Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Это долгожданный морской влог. Я нахожусь сейчас в гостинице, тут небольшое эхо. Лечу уже, наконец, на работу. Приехал я с Константы в Бухарест, так как завтра у меня вылет в 5.30 утра. Попросил компанию, чтобы они мне сняли номер заранее. И уже находясь в Бухаресте, мне будет проще добраться до аэропорта рано утром и спокойно себе вылететь. Номер в этой гостинице стоит около 70-80 евро за ночь. Номер оплачен с завтраком, но единственный такой маленький нюансик, то что кухня здесь открывается, точнее завтрак с 6.30, а вылет у меня в 5.30. И функции собрать с собой у них нету. Как в других отелях есть такое, что, допустим, если ты вылетаешь до завтрака, а завтрак у тебя оплачен, ты можешь попросить, чтобы тебе его собрали с собой. Здесь такого нету. Поэтому, ну, буду завтракать в аэропорту, я думаю. Сейчас сделаю небольшой обзор номера. Погнали. Начнем со входа. У нас идет здесь душевая. Полотенечки, туалет. Что у нас здесь? Мыло для рук, да. Разные спонжики, стаканчики, фен, ну, то есть, как в обычном гостиничном номере. Вон, шампуни, гели для душа. Даже халат, тапочки, ё-моё. Сейф. Просторная кровать. Вроде мягенькая, но какая разница? Я тут на одну ночь. Так, тут ничего нет. Тут холодильничек. Да. Да, вот такой вот мини-бар здесь. Водичка, алкоголь, пепси. Алкоголь это плохо. Лучший спорт. Стаканчики. Как-то оно, знаете, все расположено. И тоже, ну, чайника, походу, нет. То есть, хочешь выпить кофе, чай? Иди в ресторан. Не знаю, как-то неудобно. Вот такой вот номер. Пойду перекушу что-то. Не знаю, либо в магазин схожу, либо здесь что-то закажу. И, думаю, увидимся мы с вами уже завтра утром, когда я буду ехать в аэропорт. Так что, до завтра. Ну что, друзья, доброе утро. На часах 3 утра. И я поехал в аэропорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, в отеле RIN Hotel. RIN Airport Hotel. Бесплатный трансфер в аэропорт. Очень удобно. Доехали буквально за 3 минуты. Себе сел, поехал. На такси не надо тратить, заказывать. Это вот нервничаешь же, приедет, не приедет. Так, я пошел искать регистрацию. И буду уже регистрироваться, получать билет. Так, мой рейс на 5.35, в Варшава. Но регистрация еще не началась. Так что, ожидаем. Пойду пока кофе попью тогда. Пока еще все закрыто, можно бахнуть кофейку. Чтобы проснуться хотя бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 звоните агенту, а он уже вас координирует, что делать дальше. И теперь будем ехать уже на судно. Просторный камбус, много инвентаря. Хорошего оборудования, пара конвектомат. Работы, конечно, тут очень много будет. Надо навести тут порядок. Он как бы не грязный, но все равно надо все наладить под себя, все перебрать, проверить срок годности продуктов, все пораскладывать. Повар здесь был с Португалии. Работал на этом судне 6 лет. Тут много он с дома принес, говорит, эти тарелки с дома привез. Это с дома привез, там разные еще. Инвентарь небольшой тоже с дома привез, но как-то так. Такой вот склад. Это сухой склад. Тоже надо перебрать, посмотреть, что тут, к чему провести инвентаризацию продуктов, чтобы понимать, что есть, что заказать. Вот. Холодильник, морозилки. В принципе, места тут хватает. Тоже надо навести тут порядок. Все разбросано. Поскладывать лишнее, поубирать, посмотреть, что там свежее, что испорченное. Так же само в холодильнике. Свежим тоже, вон там подпорченные уже фрукты, овощи какие-то. Перебрать, посмотреть, что. Убрать вообще картон отсюда. Помыть. Грязное. Короче, работы тут хватает. Грязный, конечно, холодильник. На некоторых картонных коробках плесень. Вот такого не должно быть. Ну, короче, работы тут хватает. Работы тут хватает. Ладно. Пошел я разбираться с делами. Буду закидывать вещи, разбирать, переодеваться, отдавать ужин. То, что он мне оставил. И увидимся уже в следующем видео, когда я буду наводить здесь порядок. Работы здесь много. Так что подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, которые вас интересуют в комментариях. Обязательно на них отвечу. Увидимся в следующем видео. Пока. Всем привет. Добро пожаловать на канал. Это морской влог. Сейчас я вам покажу обзор камбуза. Я уже переоделся. Сейчас собираю обед. Сейчас дорежу салатик. Тоже салатик порубал, конечно, повар. Лук. Такими лаптями. Ну да ладно. Это мы все исправим. Такие вот блюда он сделал. Это что-то походу рубленая рулька свиная. С колбасками. Не знаю. Что-то а-ля рагу, а-ля гуляш с фасолью. И вот такой вот рис. Смейте. И вместо супа рис. Так, ну это я уже показывал. Вытащить здесь, конечно, маленькое. Ну, что еще надо на 11 человек, правильно? То есть подогрев для супа есть, подогрев для основных блюд есть. Салатики. Короче, разберемся. Вот такая вот кухня. Сюда вас поставлю, если вы не упадете. В принципе, хороший. Места хватает. Головой нигде не пьешься. Посудомойка есть. Плита. Стационарная сковородка. Фритюр. Вот такой вот комбайн. Там насадки разные на него тоже есть. Вот. С этим всем еще надо будет разбираться, что есть, чего нету, да заказать. Протвиня. Так. Там тоже гастроемкости. Миски. Венчики. Такой вот тестомес. Такой вот тестомес. Это хороший тестомес. Будем делать булочки, десертики. Скорее всего, параконвектомат. Тоже отличная вещь. Так, что еще. В принципе, надо потихоньку разбираться. Отдам ужин. То, что он мне оставил. Вот он приготовил, как я понимаю, свиные рулеты с беконом, в томатном соусе, с сыром. Это он заранее приготовил, чтобы я просто разогрел. Потому что, как бы, передача дел была очень быстрая. Тут непонятно. Сейчас 5 часов, я только зашел на камбуз. То есть, через полчаса уже ужин. Вот. Сварю макарошки. Сейчас сделаю. Я не знаю, отдам этот салат. Не отдам. Посмотрим. Сделаю еще один салатик. Думаю, обжарю овощей. И буду готовиться уже к завтрашнему дню. Достану себе мясо на разморозку. Как-то так. Есть еще вот такая вот духовка. Но, понятное дело, что ей никто не пользуется. Потому что, это ужас, а не духовка. Но, за неимением ничего. Приходится и ею пользоваться, если надо. Но, есть парик. Поэтому, все схвачено. Что еще хочу сказать. Здесь есть холодильники. Вот. То есть, отлично, удобно. Вот такие вот. Надо будет все перебрать. Посмотреть, что по состоянию. Что испортилось. Выкинули. Тоже все грязное. Надо будет. Блин, тут генералка нужна, конечно. Но, в целом, так, визуально кухня чистая. То есть, по сравнению с тем, что я встречал со своим опытом, это идеально чистая кухня, скажем так. Потому что бывает такое оставляет, что полностью залит жиром камбуз. То есть, плитався в жиру, даже вот этих вот сливов, даже и не видно. То есть, такой налет жира на них. Так, водичка еще не закипела. В принципе, камбуз мне нравится. Удобненько, все практичненько. Надо будет разобраться. Расставить все, как мне надо. Чтобы было комфортно работать. Чтобы было меньше движений на камбузе. Все распределить. И все, и будем работать. Буду пилить контент. Будут рецепты, будут рабочий день, рабочие нюансы, моменты. Буду показывать, как морской влог. И буду записывать, скорее всего, судовые рецепты. Но тут уже посмотрим по времени. С интернетом тут, конечно, попадос. Потому что он очень медленный. Но, что поделать, что поделать. Все равно контент будет. Так что не переживайте. Всему свое время. Вот такой вот вид с иллюминаторов. Красота неописуемая. Ну, это был такой небольшой обзор камбуза. Давайте покажу вам более детально уже вот склад. Продуктов как бы немного. Надо будет все разбирать. Надо будет все разбирать, перебирать, пересматривать срок годности. Чтобы, как бы, себя не подставлять, в первую очередь. Камеру тоже надо будет перебирать. Потому что... Ну, это не дело. Посмотрите. Яйца с грибами стоят. Тут соуса, майонез, помидоры, картонов. Вот нафига столько картона здесь. Надо будет что-то придумывать. Искать ящички. Киви, картошка. Посмотрите. О, тоже в плесени. Короче... Работы тут просто уйма. Будет чем заняться. Течет. Надо будет ее разморозить, скорее всего. Тут уже тут... Вот это открыто было. Короче, работы хватает. Видите, вот даже вот элементарные вещи трудно сделать, оказывается, да? Вот так вот просто взять, следить за качеством... Следить за качеством продуктов. Очень тяжело, да? Как оказалось. Так. Морозилку. Ну, тоже продуктов немного. Я буду делать заявку. Минимум на две недели. Так что, такие дела. Все, буду готовить ужин. Тоже на кампусе не ложат, ничего. Все разбросано, блядь, повсюду. Инвентарь разбросан по всей кухне. Тоже вот небольшое количество... Ну, слушайте, отлично. Есть мусат. Там вон камни точильные. В принципе, есть чем работать. Скажу я вам. Насадки разные. Отлично. Хоть что-то. Короче, крик души. Что не возьму, то жирное, то с крошками, то еще что-то. Крышки жирные. То есть, ужин отдать невозможно. Здесь достает. Пожалуйста. Все жирное, липкое. Не закрыть ничего. Даже вон, воду нельзя было слить, чтобы оставить нечистую воду. Так. Короче, отдаю сейчас ужин. Отдаю ужин и начинаю делать уборку. Хотя бы подготовлю себе все на завтра, чтобы отдать нормально завтрак. И потом уже будет видно тоже, посмотрите. Ну, это что? Это вот чтобы что. Оно здесь лежит для чего? Я не знаю. Ладно. Погнал я дальше работать. Ну вот, это нормально, что нельзя взять и замотать. Вот это обрезать. Перемыл несколько протвеней. Там крышки такое. Гастроемкости. Достал мясо. Сейчас на разморозку. Сейчас закину его в камеру. В чили. Тут достал баранину, свинину, индейку, филе, курицу, фарш. Так. Так. Изготавливать все. Но в первую очередь мне надо вести здесь порядок. Потому что сегодня, как обычно, по приезду, инспекция, проверка с компанией. Ну, короче, все сразу. Правильно. В первый же день. У меня что-то не смывает моющая посудомойка. То есть, мыльная посуда остается. Я перемыл сейчас несколько ящиков. Небольшое количество инвентаря. Такое. Ну, грязное, блин, все. То есть, насадки, венчики, полки, ящики. Полностью все. Вообще работать, блин, невозможно. Еще, знаешь, оно все разбросано, блин, по всему камбузу. Очень непрактично все лежит. Навалено. Вот нафига. Вот столько специй здесь. Если их можно убрать в другую сторону. Например, где маринуешь. Там сюда положить. Или вот в этот ящик. Короче, как слить воду сюда, отсюда. Как слить отсюда воду, чтобы прочистить систему, залить свежую воду. Снимаем эти две решетки, вот такие вот. И вынимаем вот эту заглушку. Вот так вот. И все, вода должна сойти. Вот она потихоньку-потихоньку уходит. Там он стоит, фильтр. Его, если что, надо чистить периодически. Потому что многие об этом даже и не слышали. Не то, что не знают. Вот. Да. Все фильтра периодически приходится чистить. Вот. Потому что, если не чистить, это все забивается, ломается. И люди об этом даже не задумываются. Сковородка ржавая. Все, вода стекла. Фильтр почистил. Теперь собираем это все обратно. Закрываем заглушку. Ставим решетки. Включаем машинку. Все, сейчас вода наберется. Я ее прогоню. Закрою. На холостом пустую пропущу. Все. И уже вода не будет мыльной. И так, ну, периодически надо делать там, чтобы чистить систему. Все, она сейчас нагреется. Лампочка загорится. Режима. Ну, она перестанет моргать. Загорится лампочка режима. Можно будет ее опускать уже. И прогонять. Погнал я дальше. Наводить порядки. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Вот такая вот столовая. Месс-рум. Поубирал, поменял воду. Поставил новый тостер, потому что тот горел. Новый чайник, потому что тот не работал. Вот эта вот хлебница была в плесени вся. Хлеб был в плесени. Тоже все убрал, помыл, повыкидывал лишнее. Суповницу тоже помыл. Надо будет заказать еще чашек, потому что не хватает. И много чего по инвентарю буду заказывать. Поставил тесто на хлеб, потому что кроме французских багетов на судне вообще ничего нет. Так хоть можно будет сделать какие-то тосты, ну, ребятам. Либо сделать горячие бутерброды на завтрак. Вот, поэтому сейчас за месяц отъест и буду выпекать хлебушек. Вкусный, домашний. Продолжение следует... Вот так же теперь удобней. Вот ты подходишь, мясо взял, замариновал. Травы, специи, соль, перец, соуса. Ну, классно, тут место есть теперь. Тебе не надо бегать туда, к плите, брать специи, возвращаться. Мариновать, потому что там негде это поставить. Теперь там соль, масло. Все, больше ничего здесь не надо. Если надо добавить какую-то специю, мы идем сюда, достаем, добавили. Все, поставили, закрыли. А сюда я поставлю всю выпечку. Выпечку. То есть, вот это все на десерты, на выпечку будет стоять здесь. Так что, погнали. Вот так теперь это будет выглядеть. То есть, надо что-то достал, замесил. И готовишь себе. Хлебушек уже подошел. Смотрите, какая красота. Сейчас разделю на порции, выложу формы, поставлю еще на полчаса подниматься и буду выпекать. Продолжение следует... Рецепт этого хлеба у меня есть на канале. Так что, переходите по ссылке и смотрите. Рецепт элементарный просто. Но хлеб получается шикарнейший. Рецепт. ну что друзья я уже почти на финишной прямой по уборке потребовалось меня это два дня это конечно же есть уже более не менее все практично все удобно расположена все лишнее по некоторая по выбрасывал некоторые вынес на склад которые не буду использовать все поменял все переделал смотрим начнем со столовой на срум сейчас только отдал завтрак здесь в целом особо ничего не поменялось только поставил новый тостер пусть тот сгорел и вообще ужасно вонял этот чистый новый новый чайник поставили потому что тот не работал кнопка заедала помыл хлебницу потому что она была в плесени и ну и как бы и надо мыть но как можно было ставить хлебницу на смену в плесень я вот этого не понимаю тут в целом ничего не изменилось кроме того что я перебрал соуса бутылочки там тоже в плесневелые соуса были какие-то жижа в бутылках я не знаю это все по выбрасывал теперь смотрим камбус здесь зона у нас идет с кастрюлями сотейниками соусники дальше зона мойки вы спрашиваете как ты посуду сам моешь не сам до посуду мою я сам но чаще всего посудомойка как это происходит люди приходят поели приносят тарелку споласкивают ее вот так вот затем просто берут вставляют сюда а я уже опускаю посудомойку она моет ею вынимаю чистую посуду протираю ставлю обратно то есть в этом как бы заморочки никакой нет есть конечно деятели которые либо сильно заняты либо вообще забивают на этой и не моют просто оставляют ее в раковине но что поделать самая работа давайте поэтапно вот плита помните да как как было захламлено здесь все кстати не обращайте внимание на плиту я до нее еще не дошел она будет мыться не надо писать что просто забил на плиту она грязная да я знаю что она грязная она будет убираться меня нет времени сейчас на это все поэтапно это убрал оставил здесь масло соль сахар перец все больше здесь ничего не надо здесь будет стоять такая вот машинка вот так вот таким образом ну как я обычно делаю лопатка ложечка то есть чтобы это не было все грязная потом лопатку ложечку лопатку машинку помыл и все и поверхность чистая останется только от пыли протереть вот эту зону с химией я еще не перебрал она будет пересмотреть половина тоже убрать отсюда здесь все практично все что мне надо все что я использую протвиня гастроемкости пара конвектомат все четенько также видим да что вот эта зона уже поменялась но относительно того что было потому что вот эти вот длинные гастроемкости я не знаю он использовал под салат но это непрактично я использую вот такие вот тарелки глубокие куда же спросите вы делились все специи я вам покажу открываем и все специи у нас здесь то есть здесь мы допустим разобрали мясо вот здесь вот разделочные доски разобрали пересып перешли на эту зону замариновали все оставили на этой зоне если надо быстренько что-то другое делать либо сразу запаковали здесь же и и отнесли в камеру элементарно практично удобно мне не надо бегать сюда там мариновать некуда поставить возвращаться открыл замариновал все готово так тестомес шикарная машина готовил в ней хлеб все отлично вымешивается вот эту зону я еще не перебирал буду убирать здесь все огромное количество тарелок которые не не нужны их надо будет ну точнее не нужны здесь надо будет убрать другое другое место какое-либо скорее всего в тот ящик там где лежат полотенца посмотрим дальше здесь ну в принципе осталось все как и было протвиня насадки там некоторые мерные стаканы нашел вот такой вот блендер ну блендер а-ля комбайн я в нем делаю битый чеснок отличная маленькая емкость как раз хватает на бутылку также есть вот такая вот насадка ну такой вот кухонный комбайн с лишним количеством насадок он новый ножи все остые шикарно также вот такой вот комбайн kenwood я в нем сегодня с утра как раз делал панкейки тоже очень практично удобно в этой зоне почему спросите вы я вам сейчас объясню потому что открываем этот шкафчик и у нас здесь все для выпечки разрыхлитель и специи сахар соль ароматизаторы красители дрожжи также мисочки под салаты под разные блюда закуски и так далее которые можно использовать удобно здесь взял насыпал замесил здесь достал сюда пересыпал она все замесилась готово дальше ящички половина я тоже по выкидывал убрал отсюда оставил только лопатки все что я буду использовать здесь вот такие вот дела венчики также ложечки насадки на комбайн новый бошевский мясорубка и здесь все для выпечки для десертов кисточки соковыжималка рукава для крема здесь также нашел на складе формочки силиконовые для запекания подготовил себе порезал бумагу на маленькие гастроемкости тут у нас склад пленки и здесь вот мисочки также машинки также разные гастроемкости тоже для маринада что-то нарезать куда-то сложить то есть все здесь взял там взял здесь там замесил там помешал там нарезал там забариновал все в одном месте не надо бегать по кухне я экономлю энергию понимаете чем все практичней тем меньше я трачу энергию на ходьбу тем больше я задействую сил вы на приготовление каких-то блюд они я буду бегать по камбузу уставать от того что я хожу и у меня уже не будет сил на готовку там что-то еще там тот же бисквит спечь понимаете в этом и суть организация рабочего места и распределение рабочего времени это очень важно потому что здесь как бы у вас никто не подменит в итоге также спрашиваете а что если повар заболел или там еще что-то там палец порезал короче много разных ситуаций может быть кто его заменит никто его не заменит если не сильно критическая ситуация например там ну грубо говоря там диарея да не можешь работать либо сильно качает плохое самочувствие также не можешь работать раскалывается голова если эти моменты можно решить судового врача некоторые есть на некоторых судах он есть доктор на некоторых нет выполняя должность врача либо чиф либо второй офицер зависимости от обязанностей если это можно вылечить допустим там таблеткой либо каким-то лекарством в течение суток двух суток окей экипаж может попитаться бутербродами там нарезками кто-то может там прийти помочь допустим там матрос второй офицер механики не знаю кто угодно может проявить желание помочь приготовить там какой-то салатик если кто-то умеет какой-то супчик подменить помочь но это не будет там длиться неделю там ты будешь лежать и ничего не делать нет если критическая ситуация которую нельзя решить течение нескольких дней и капитан понимает что это действительно опасно для здоровья вирусное заболевание или для здоровья самого повара либо любого члена экипажа то высова если в проекте вызывается вертолет и отправляется на берег в больницу для лечения и дальше уже идет замена на нового члена экипажа если в порту то вызывается такси и отправляют человека в больницу так что не думайте что тут работают роботы да все бывает все бывает мы все люди и все все понимают то есть нет такого что там руку сломал и все нет и должен готовить что мы будем голодать нет такого нету тут как бы человеческие отношения поэтому если критическая ситуация то вот ее надо решать вот у меня была ситуация на танкерах когда работал очень сильно схватил желудок там короче причина болезни была один процент из 99 который мог произойти и он конечно же произошел у меня ну не буду вдаваться подробности что произошло момент чем то что ну за два дня проблема не прошла капитан вызвал такси меня отвезли в больницу провели полное обследование и отправили уже на лечение а меня поменял другой повар и нет такого что все типа крест на карьере и все нет я вылечился написал что я готов к работе и приехал обратно на работу и самое интересное то что у меня был оплачиваемый больничный все затраты по лечению также были оплачиваемые так что ну это конечно все зависит от компании но рассказываю как у меня было моменты там болит голова или еще что то это можно решить какой-то таблеткой не стоит на это обращать внимание потому что работа есть работа и что переходим теперь на склад и на камеры с морозилками специально это все не убрал чтобы показать насколько большое количество ненужного мусора я вынес с холодильника но к этому попозже для начала сухой склад здесь мука также все было разброшено полностью повсюду там макароны там макароны там макароны сейчас вот эта зона идет с макаронами вот эта зона с консервами вот эта зона идет десерты грубо говоря десерты завтраки верхняя зона это у нас че и кофе дальше вот эта зона будет под печенье это соуса вот эту верхнюю я еще не успел перебрать но тут будут специи а здесь всякие расходники типа щеточек губочек тряпочек и так далее кстати тут шпажки есть лично так щетки губки и так далее специи масло молоко long life тут уже банки рис 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 у нас в огромном количестве крупы разные фасоль чечевица кускус и вернемся дальше к специям есть вот такие вот суп в чашке но тут больше ну это окей там имеет место быть когда нету ночного повара например ночной смены и матрос или офицеры которые на ночной вахте бывают балуются этим но это их право тут как бы дело вкуса потому что ну некоторые реально спрашивают чтобы заказать эти супы в чашке ну кто не может отказаться прямо от мивины и которым очень сильно это нравится но это как бы ладно просто момент том что я предлагал пару раз но не здесь а вообще давайте я буду оставлять вам суп на ночь вы все будете его разогревать и питаться нормальным супом там кто хочет ночью суп например нет мы лучше так ноги это у нас порошковый перечный соус это бульоны ну короче понятно что повар готовил здесь также порошковый еще один бульон и еще один порошковый бульон понятно но было видно да когда я приехал что место супа стоял рис вот такие вот супы у него и были что он их во первых готова не каждый день так во вторых вот такие вас порошка ладно не суть я уже все исправил экипаж доволен за два дня уже услышал миллион комментарий положительных что наконец-то нормально питаемся и так вот это все и вот это все с холодильника с чиллера вот этот вот ящик просроченного соуса скажите мне на хрена держать просроченный соус который уже негоден два месяца вот зачем держать его здесь он уже просрочено два месяца я не знаю хотя я у него спрашивал за просрочку а не сказал мне ни в коем случае просрочки здесь нет я все проверил я вижу как он проверил и так теперь здесь вот такая организация здесь у нас идет молочка сырые нарезки будут здесь вот яйца на все что осталось я уже составил срочную заявку на провизию ее привезут завтра так как ну необходимых продуктов нет там те же яйца соки молоко по овощам фруктам посыпучки по десертам там этого вообще нету здесь поэтому составил срочную заявку вне графика скажем так по требованию отправил ее привезут составил ее примерно на неделю в дальнейшем течение следующей недели ну точнее этой после получения этой провизии я буду составлять уже полноценную двухнедельную заявку продолжим здесь лук морковка чеснок здесь будет чищеная картошка морковка лук здесь картофан здесь все на салат то что осталось капуста помидоры огурцы грибочки это все шо по фруктам осталось миллион яблок миллион апельсин киви сливы так это соуса есть правила хранения продуктов их надо знать не знаете зайдите в интернет почитайте это все в общем доступе но это опасно я пока только поскладывал здесь еще не мыл буду сегодня уже наводить полный марафет здесь еще не успел говорю что на это все у меня ушло два дня уже с морозилкой ситуация получше тут в принципе все более не менее но надо будет еще по раскидывать продукты потому что также разбросаны по всем местам курица и там и там и там короче как обычно вот таким образом проходят первые рабочие дни на камбузе вот чем занимается судовой повар то есть он не приезжает и не начинает там сразу релаксировать нет он начинает сразу работать причем интенсивно потому что надо навести полный марафет здесь надо все раз было разложить надо все проверить надо знать что у тебя есть надо знать что заказать где это лежит по инвентарю что сломано что рабочая работы очень много даже на том объеме работа что я сейчас делал это еще малая часть того что будет сделано в дальнейшем потому что ты еще такой первоначальный порядок то что можете переделываться конечно же так что друзья оставайтесь на канале не забывайте про подписку напишите комментарий что вас интересует обязательно на него отвечу с вами был руслан канал вишняков китчен морской влог до встречи а Всем привет! Сегодня я покажу вам, как я готовлю морепродукты в сливочном соусе. Это будет бомбический рецепт, я его всегда использую. Получается очень вкусно, сытно и всегда съедается просто до последнего кусочка. Так, одеваем перчаточки. Сейчас мы разберем и подготовим морепродукты. Так, рыбка у нас уже без шкурки, надо будет проверить и, если надо, будет убрать косточки. Так, хорошо, давайте начнем с нее. С нее. Рыбка, конечно, перемороженная. Мрачная такая. Да. Теперь берем две филешечки тунца. Вы можете брать, в принципе, любой ассортимент морепродуктов, которые вам больше нравятся. Можете заменить эту рыбу, например, на судака. Так, теперь кальмары. Кальмары нарежем таким образом, чтобы у нас получились такие трубочки. Не дорезаем до конца, делаем решеточку. И теперь в обратную сторону. Вот так. Теперь нарезаем вот так вот, немного наискось. И потом, когда он будет жариться, он будет вот так вот закручиваться. И будет получаться вот такой вот, такая трубочка. Ежик. Теперь мы это все промываем. И будет вот так вот, кальмар. и приступаем к креветкам так чистим креветки отрываем голову снимаем панцирь и вынимаем кишку а как это сделать если вам допустим если вам допустим нужна целая креветка и вы не хотите ее разрезать чтобы она там заворачивалась берем зубочистку либо шпажку берем креветку и под кишкой просто протыкаем вот так вот поднимаем вверх и вот она вылазит кишка вот нам ее надо просто вынуть все элементарно еще раз показываю креветка зубочистка вставляем вот под кишкой вот видно что вот здесь вот кишка идет вот так вот ее вставляем под кишкой поднимаем вот вылазит кишка и мы ее берем просто и вынимаем и все то есть креветка у нас остается не разрезанная целиком да вот это вот остается надорванным но сам факт то есть цельная креветка остается если нам допустим чтобы она красиво выглядела аккуратненько оставить хвостик можно как-то так пользуйтесь вот в этом случае она вообще целая осталась только тут небольшое отверстие все ну что все подготовили все промыли поставили сковородку на максимальную температуру и разогреваем добавляем масло ингредиентов у меня с расчетом на три с половиной килограмма морепродуктов нам надо разогреть масло затем мы закидываем туда наши морики и быстренько их обжариваем вот вот видите о чем я и говорил вот такие трубочки получаются с кальмаров если их нарежет если вы их нарежете так как я показал обжарили креветки с кальмарами они дали уже цвет добавляем туда рыбку также даем ей цвет слегка схватиться чтобы она по краям побелела но в серединке была еще сырой тогда при добавлении остальных ингредиентов то есть сливок кокосового молока при тушении а будет держать свою структуру и будет рассыпаться вот смотрите рыбка буквально схватилась теперь добавляем кокосовое молоко у меня тут 400 миллилитров сливки буквально один стакан ворчестер столовую ложку и битый чеснок с маслом это самая универсальная заготовка которую я делаю но сейчас не об этом скоро выйдет видео про мои заготовки даже буквально полную столовую ложку соль перец соус по вкусу и самый важный ингредиент соус шрирача буквально пол чайной ложки чисто для аромата он придаст пикантности и усилит аромат и вкус блюда теперь мы это все перемешиваем теперь травы добавляем базилик орегано и петрушку можно свежую но петрушку можно свежую но у меня ее к сожалению нет а и и и также это все аккуратненько перемешиваем перемешиваем очень осторожно чтобы не развалилась рыбка и не разрушить эстетический вид нашего блюда вот такая красота получается пробуем и снимаем вот это то что нужно обязательно попробуйте данный рецепт выходит просто бомбически можно также добавлять разные овощи туда экспериментируйте пробуйте разные варианты получается обалденно подавать можно с рисом так что приятного аппетита и до встречи всем привет сегодня должны привести провизию продуктов нет яиц нет на завтрак сделал крокеты бекон фасоль овсянка горячие бутерброды с моего хлеба а ну и также нарезка овощей багет их свежие вот ну и cold кац и то есть нарезанный сыр и чина уже готовая порционно нарезанные надо будет разложить красивенько чтобы было все эстетично ждем провизию нету ни молока ни яиц так что посмотрим что привезут а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Такой тоже попросторней, но нет выдвигов, вот отсыпал себе по-братски немножко. Погнали дальше работать. Все, вот такие вот дела. Видите, когда такая ситуация, что не в город выйти, что вы купить, потому что через полчаса уходим, то можно сходить хотя бы к соседям попросить стаканчик соды. Так что вот так, судовая поварская жизнь. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня я покажу вам судовой рецепт борща. Для начала надо подготовить все ингредиенты и поставить в яйца говядину. варить я буду с расчетом на 5 литров, поэтому смотрите и считайте количество ингредиентов на 5 литров борща. наливаем 5 литров бутылированной воды. Чаще всего, ну почти все я готовлю с бутылированной воды на судне, потому что качество воды с крана обещают желать желать лучшего, но лучше так, по крайней мере супы, соуса, бульоны. Так, наливаю литров 6 воды, закидываю туда промытую говядину. Вот такой вот красивый кусочек, целиком туда его закидываем. Конечно, было бы лучше, если были бы какие-то кости говяжьи, они бы дали плюс тока вкусу, но это судовой рецепт, поэтому отталкиваемся от того, что есть. И ставим вариться бульон. На максимальный огонь закипит, снимем шум, снимем пену, поставим на средний и пусть томится. А пока подготовим остальные ингредиенты. Так, почистили ингредиенты, теперь идем их мыть. Так, раскладываю по ингредиентам, что понадобится. Где-то вот такой вот кусок морковки, половинка, да, целый, огромный, столько хватит. Две картошки. Две такие луковицы. Две свеклы, такие вот, стэнди-стейк, мячи. И одна четвертая головки капусты. Погнали нарезать все. Буду резать картофель кубиками, потому что мне так нравится больше. А все остальное будет соломкой. Поехали. Так, бульон уже постепенно закипает, поэтому будем снимать шум. Но рукой это, конечно, неудобно делать. Все прицепило сюда. Все, сняли шум. Теперь ставим на среднюю температуру и пусть потихоньку валится. Все, подготовил все ингредиенты. Все нарезано. Благо есть нормальная свекла, потому что бывает такое, что ее вообще не привозят и приходится использовать консервируемую. Это, конечно, не то, но ему шума ему. Но это еще не все. Какой борщ? Да без пампушек с чесночком. Так что погнали готовить пампушки. Берем килограмм муки. Столовую ложку с горкой сахара. Где-то пол столовой ложки соли. Столько же дрожжей. Пол-литра воды комнатной температуры. И грамм 50 оливкового масла. Вот такое вот воздушное тесто получается. Мягенькое. Теперь мы его накрываем и оставляем в теплом месте на часик, чтобы оно подошло. И приступаем к готовке борща. Так, ставим сковородку разогреваться. Высыпаем наш картофель в бульон. Наливаем маслечко. И сейчас будем обжаривать лук с морковкой. Проверяем. Разогрелось. Высыпаем. Мясо. Мясо. Даем слегка цвет и засыпаем морковку. Все, начинает уже подрумяниваться, добавляем морковку. Я делаю борщ на зажарочке, так по моему мнению вкуснее. Да, конечно он не такой полезный получится, если просто его отваривать всего овощи, но все же тоже слегка припускаем и затем кидаем свеколку. Сейчас бульон закипит, добавим туда половину капусты. Так как я обычно половину тушу, половину отвариваю. Все, начало уже поджариваться. Свекла полетели. Так, как готовить на таких плитах обычно? Здесь у меня троечка стоит, то есть максимальная температура, а здесь двоечка. То есть для тушения, тут для жарки на высокой температуре, тут для тушения. Также повара используют вот такие вот кольца с фольги. Обычно есть какие-то металлические решеточки, которые можно поставить, чтобы снизить температуру. Ну, то есть ты же не будешь крутить, пока она остынет. Поставил кольцо, поставил сковородку, кастрюлю и температура уже ниже. Достаем мясо. Будем его нарезать. И тем временем закидываем половину капусты. Оставшееся пойдет сюда, но чутка попозже. Так, время добавить томатную пасту. А ее надо открыть. Так, освобождаем место. Томатную пасту надо обжарить. И добавляем такую вот столовую ложку с горкой. И хорошенько ее обжариваем, чтобы убрать этот вот привкус сырого томата. Теперь вмешиваем все. Хорошенечко. Добавляем капусту. Так же перемешиваем. Теперь, что мы делаем. Берем половник. и добавляем сюда бульона. Все, чтобы хорошенько протушилось. Теперь нам надо добавить сюда 2 чайные ложки сахара. Хватит. Также хорошенько перемешиваем. И пусть слежка протушится. А пока нарежем мясо. Тушим до готовности овощей. Почти до полуготовности. И высыпаем все в кастрюлю. Добавляем буквально столовую ложку уксуса для того, чтобы сохранить цвет насыщенный. Заправляем соль, перец. Добавляем обратно наше мясо. Теперь чесночок. Так, хорошую столовую ложку с горкой. Даем ему 5 минут покипеть. Так, снимаем пробу. Смотрите, какая красота. Но это еще не все. Терпение, мой друг, терпение. Шикарный, просто шикарный. Снимаю, ставлю настаиваться. Примерно часика у меня постоит как раз. Добавлю сухой петрушки еще. Свежей у меня, к сожалению, нет. Накрываю крышкой и приступаю делать пампушки. Забыл еще сказать за лаврушку. Обязательно ее добавляйте. Чтобы она дала больше аромата, можно ее немножко подшмолить перед тем, как добавить в кастрюле. Также добавляет плюс 10 ко вкусу сливочное масло. Вы можете добавить столовую ложку на 5-литровую кастрюлю в конце приготовления. Получилось вот таких вот 28 штук. Накрываем их полотенцем. Оставляем еще на часик подниматься и будем выпекать при 180 градусах 20 минут. Теперь берем яичко и смазываем хорошенечко со всех сторон. Чтобы они у нас были подрумянинные, красивые. И теперь погнали ставить их в духовку. 180 градусов. Жар пар. 20 минут. Погнали. Впеки. Впеки. Берю. Да. Впеки. Теперь я подготовил вот такое вот масло. Тут оливковое масло, чеснок и сушеная петрушка. Теперь мы это все дело вот так вот смазываем хорошенько. И можно подавать к столу. Какая прелесть, посмотрите просто. А пахнет как, ё-моё, просто великолепно. Вот так хорошенько, чтобы оно пропиталось чесночком, зеленушкой. Вот смотрите, такая вот порцаечка, помпушки, чесночок, сметанка. Сюда еще сальца и просто отвал башки. Вот так вот питается экипаж, когда я готовлю. Так что, друзья, всем приятного аппетита и увидимся в следующем видео. Всем пока! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Это морской влог. Сегодня я хочу приготовить судовой рецепт тирамису. Скажем, а-ля тирамису. Почему так? Судовые рецепты, что это такое? Это не всегда классический рецепт. Такой, который он должен быть. Почему? Потому что на судне нет магазина. Есть определенное количество продуктов на определенный период. И если, допустим, один из ингредиентов заканчивается, или один из продуктов заканчивается, то в рецепте необходимо заменить этот ингредиент на какой-то другой. Да, это не будет идентичное блюдо по классическому рецепту. Это будет что-то около того, что-то похожее. Поэтому это и называется судовые рецепты, потому что здесь ты играешься уже и отталкиваешься от того, что есть. Ты не можешь выйти, пойти в магазин, купить тебе необходимые ингредиенты или продукты. Разнообразие должно быть. Поэтому приходится выкручиваться. Сегодня я приготовлю судовой тирамису. Он будет не на маскарпоне, без савоярди. Поэтому можете называть его просто кофейный десерт, как вам угодно. Но получится очень вкусно. Погнали! Из ингредиентов это печенье Мария, крепкий кофе, где-то 200 мл, 100 г Филадельфии, литр сливок и сахар. Ну и, понятное дело, какао для посыпки. Что мы делаем? Мы делаем сначала крем, добавляем сливки, Добавляем сахар. Добавляем сахар. Столовую ложечку. А дальше уже будем пробовать по вкусу. И взбиваем до густоты. Сливки у меня обычные, кондитерские 35%. Взбиваем без фанатизма. Вот до такого состояния, чтобы он был крем-воздушный. И теперь добавляем филадельфию. И теперь уже не взбиваем, а вмешиваем филадельфию в сливки, чтобы он такой же воздушный оставался и был однородный. Все, шикарный получился крем. Вот, смотрите, держит форму. Воздушный, незабитый. Класс. Так, пробуем на сладость. Можно еще сахара добавить. Но для тех, кто любит не сильно сладкое, чтобы оно не было приторное, этого вполне достаточно. Столовая ложка. Я добавлю сейчас сахарной пудры, чтобы быстрее оно перемешалось и растворилось. Вот это еще столовую ложку с горкой. Этого достаточно. Берем кондитерский рукав. Врезаем кончик. Так, засовываем рукав в какую-то емкость глубокую и пересыпаем. Так будет удобнее. Теперь мы его закрываем. самостоятельно наполненный рукав. Все очень элементарно и просто. Пользуйтесь. Так, это мы пока откладываем. Остывший кофе. Добавляем ромовую эссенцию. Чисто для аромата. Пару капель. Если нету, не добавляйте. Если есть коньяк, можно коньяк добавить. Либо коньячную эссенцию. Теперь берем печенье. Смачиваем его кофе. Ложим. И туда вдавливаем. Вот так. Второе. И туда его. Затем берем крем и заполняем до половины. Таким образом. берем следующие печеньки. Ставим сверху. Опять слой крема. И вот таким вот образом получаются вот такие вот порционные тирамисушки. А-ля тирамису. Теперь их поставим в холодильник. Охладим. Затем перед подачей посыпем какао. и можно наслаждаться этими вкуснейшими простыми десертиками. Печенье у меня ушло буквально 50 грамм. Получилось из таких шикарных 12 порций. Теперь их ставим в холодильник. И через полчаса можно уже кушать посыпав их какао. Вот такая красота получается. Пробуем. нежный. Не сильно сладкий. Печенька не размокшаяся. Печенька хорошая. Неплохой. Неплохой вкусный десертик. Неплохой десертик получает. Неплохой десертик получается. Очень хороший рецептик. Так что пользуйтесь. Быстрый рецепт а-ля тирамису. Рубрика судовые рецепты будет продолжаться. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях какое блюдо вы бы хотели от меня увидеть. Всем пока. Всем доброе утро дорогие друзья. Добро пожаловать на канал. Это морской влог. И сегодня я вам покажу рабочий день судового повара. Погнали. Так. Какая работа без кофе. Поэтому первым делом плиты включил и иду делать себе кофе. Очень неудобно то что в мессруме только капельная кофемашина. А нормальная кофемашина которая делает капучино она находится на нижней палубе в раздевалке. Так что спускаюсь вниз делаю кофе. И let's go to work. Так. Кофе есть. Сейчас время 6.30 Обычно я прихожу на 6.20 пока включу. Пока кофе себе налью. То есть завтрак с 7.30 до 8. Надо все подготовить. Все приготовить. Убраться. Повытирать столы. Поподметать. То есть навести порядки. Погодка сегодня конечно так себе. Всю ночь кидала блин по всей кровати. Хоть бери привязываясь. Мы сейчас на переходе. Идем экспорта к вышке. Вот. А потом обратно. И ну погода зимняя. Что сказать. Тем более северное море. Это судно маленькое. Я нахожусь сейчас на ПСВ. Вот такие дела. Так. Приступаю к уборке. Так. Убрался. Теперь смотрим что есть чего нет. Нарезки надо будет добавить потом. но на завтрак хватит. Мясных так точно. Сыр надо будет еще один дорезать. Так. Йогурт принести. Принести кефир. Здесь хлеб есть. Хлеб свежий. Надо сделать багеты. и в принципе все. Так. Багеты йогурт кефир и все. На завтрак у нас сегодня жареные яйца скрембл бекон сосиски овсянка и фасоль и фасоль в томате. Такой английский завтрак. Плюс еще овощная нарезка помидора и огурцы творог и мясная сырная нарезка в холодильнике. Вот так. Плиты уже разогрелись. Поэтому буду подготавливать все. Овсянку я готовлю так. На литр воды 2 чайные ложки сахара щепотка соли и 2 стакана овсянки. Постойка вода закипит. Ну тут где-то 125 миллилитров 150 миллилитров. Получается идеальная овсяночка. Короче закипела. Закинул овсянку скипела сразу снимаю. Она как раз набухнет. Будет шикарная рассыпчатая овсянка. Делаю на воде без молока потому что у некоторых бывают делеги на молоко и поконни могут попить сами. Бекон я запекаю при 180 градусах в жаре пар. Пока не подрумянится буквально 10 минут где-то. Чаще всего большинство из блюд я готовлю на глаз. То есть не ставлю время потому что везде духовки разные есть пар нету пара вот и где-то старое оборудование где-то новое поэтому стараюсь не привязываться ко времени потому что может загореть либо не доготовится у меня термометр поэтому если надо что-то проверить я беру и проверяю температуру и смотрю готовы или нет если он не нужен то смотрю по цвету просто продукта вот так вот так это выглядит что-то что-то такое что-то это что-то так теперь яйца яйца и фасоль 6 яиц щепотка соли молочка полстакана для объема пусть разогревается пойду пока включу подогрев и буду жарить жестко скрэмбл вот до такого состояния вполне достаточно подогревал перекладываем все и ставим на подогрев фасоль подогревается булочки жарятся скрэмбл подошел уже его конечно нужно делать и на пару но так практичен конечно каждый раз завтрак немного отличается например поскольку разогрелась например иногда яйца пашот отварные яйца омлет с сыром омлет с овощами что еще там много чего интересного там горячие бутерброды панкейки то есть разное и если хотите в принципе я могу дальше записать уже типа отдельный видос отдельно завтрака там отдельно обед отдельно ужин вот потому что в этот видос как бы все детально не по кашку что он будет слишком длинным но начнем пока с целого дня если у вас появится такой интерес обязательно пишите в комментариях я выставлю полноценное видео про каждый прием пищи вот таким образом и нарезочка нарезочка все вот такая вот красота этого объема вполне достаточно для одного завтрака закрыли и все ставим теперь жарим яйца и открываемся самое то что бесит это жарить яйца во время качки это капец бегают по всей сковородке ну сейчас не качает сейчас так легкое волнение сейчас так легкое волнение также есть сейчас йогурты заодно покажу вам какие тут порядке у меня смотрите просто белейшая тут все белое здесь все сложено молочка сыры все в одном месте яйца в боксе овощи фрукты картона по минимуму десерты чистенько видите переборки подволок все блэстыть конечно эта камера повидала потому что ну покрытие поцарапанная побитая блесшие уже окисление металла ну видно что за ней вообще как бы не смотрели поэтому такое произошло судно 2009 года блин а состояние камбуза а состояние камеры блин ужасно берем йогурт и погнали яйца не сгорели все завтрак пошел яйца я сильно не нажариваю жарю их по мере прихода людей то есть сейчас два яйца пожарил сейчас поставил еще два яйца жарить потому что эти два яйца уже забрали и все чтобы были всегда горяченькие свеженькие яички не обветриваясь и все все остальное как бы на подогреве сегодня у нас меню свиной суп сосиски на гриле с отварной картошкой куриный рулет будет с овощами и рис с овощами жареный покажу вам лайфхак как приготовить рис в параконвектомате прям вот идеально рассыпчатый завтра стейки завтра суббота поэтому надо будет также нарезать говядину на завтра отложить в холодильник сделать себе заготовочку и так step by step one by one постепенненько себе работаем пока экипаж кушает а помыл весь инвентарь то что использовал и пойду сделаю себе еще чашечку кофе буду пока поглядывать что почему чтобы все были сыты все все поели на завтрак ходит примерно 5-6 человек завтрак повторюсь с 7 30 до 8 час 8 15 пока там стропом с со стармехом капитан со стармехом поели побеседовали вот можно уже собирать и буду готовить уже постепенно обед и заодно сейчас пойдем покажу свою каюту сделаем такой небольшой обзор обязательно все убираем со стола потому что все может испортиться вот здесь вот свежий хлеб качает все падает мы разворачиваемся судно маленькая волна небольшая но его все равно качаем вот такая вот погода в северном море обычно и это шикарная погода сейчас погнали в каюту покажу вам такого тиверу телевизор приставки нету вот начнем душевой такая душевая с туалетом зеркало в принципе места много короче я говорил что тут повар прошлый работал на этом судне 6 лет и за 6 лет эту каюту он грубо говоря переделал полностью то брал вот такие вот полки бокс для холодильника этого всего не было то есть других каютах этого нет дальше занавеску повесил телевизор то есть в других каютах этой зоны нет вообще и телевизор висит на этой стене он короче все переделал вот тут добавил полки шкаф в принципе просторненькая каютка кресло стол тумбочки вот так вот все выглядит люмик вот такой вот вид из иллюминатора кровать удобное место хватает в принципе комфортно как-то так погнали дальше работать так сейчас хочу приготовить кекс на обед и затем уже буду подготавливать все к обеду для кекса нам понадобится полкило муки 4 яйца 200 грамм сливочного масла 200 миллилитров кефира 250 грамм сахара либо сахарной пудры столовая ложка разрыхлителя две щепотки соли и изюм по вкусу также можно добавить ванилин так мягкое сливочное масло смешиваем с яйцами и сахаром теперь добавляем сюда кефир перемешиваем добавляем изюм где-то грамм 100 добавлю также перемешиваем теперь муку соль и разрыхлитель где-то 20 грамм вот такое тесто должно получиться теперь подготавливаем форму вот такую застилаем ее бумагой пергаментной и ставим в духовку запекаться на 180 градусов на 50 минут теперь подготавливаем все к обеду сегодня будут куриные рулеты поэтому надо будет подготовить начинку под них это будет перец морковь лук обжаренные разобью куриную грудинку заправлю соль перец к середину положу начинку сыр закручу в рулет и запеку уже но начинка должна быть готова также надо поставить кастрюлю на суп буду варить простенький свиной супчик на суп у меня пойдет оставшаяся свиная шея которая осталась после того как я делал шашлык кусочек отложил на супчик сегодня вечером у нас будет как раз свиной шашлык и суп пойдет свининка лук морковка зажарочка картошка и все такой легенький супчик свиной все нарезочки готовы это на суп это на рулет сейчас буду на рулет жарить это все а на супчик пока подождет пока варится бульон нарежу сейчас картошку чтобы отварить на 1 как вы можете заметить я делаю много процессов одновременно благодаря этому я экономлю себе время то есть пока допустим варится суп я могу сделать заготовки нарезать что-то и плюс процессы основные и главные да допустим приготовить суп я разбиваю на маленькие действия и поэтому я делаю заранее заготовки что-то нарежу что-то обжарю чтобы подвести уже почти готовый продукт под время выдачи то есть чтобы осталось его только допустим допустим пожарить либо смешать либо допечь и я не буду бегать за час до выдачи или за полчаса до приема пищи в панике что я ничего не успеваю у меня все степ бай степ постепенно мы подходим к приему пищи сейчас нарезаю картошку оставляю и и ду жарить начинку получается так же само сначала я поставил готовится десерт знаю что он готовится 50 минут и за это время я могу подготовить основные блюда либо сделать заготовки под основные блюда и потом когда мне нужна будет духовка десерт уже будет готов поэтому я его достану он будет остывать я буду готовить основные блюда уже в духовке вот такие вот овощи получаются их не надо ужаривать прям до полной мягкости они должны быть слегка припущены все оставляем их и вернемся к ним позже друзья обязательно подписывайтесь на канал это мотивирует снимать еще больше контента для вас вот столько зрителей смотрит мой канал без подписки давайте исправим это число вам не сложно мне приятно так в принципе по овощам почти все готово теперь можно приступать к подготовлению рулета куриного доски здесь конечно жесть ими убить можно на ногу упадет фиг встанешь потом так у меня три куриные филе и вот получится я думаю тоже где-то три рулета и так что делаем берем грудку и разрезаем ее вдоль на две части вот таким образом затем берем пленку это все дело накрываем и отбиваем вот такая красота получается пленку убираем берем пергамент пергамент а так разравниваем соль перец делим на три и 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 вот таким образом затем берем два ломтика сыра можете любой который плавится взять или который вы больше всего любите у меня моцарелла и вот такими вот несложными движениями мы этот рулетик поджимаем так себе закручиваем вот так теперь мы снимаем для наглядности вот виден даром закручиваем теперь мы его поджимаем хорошенько закручиваем теперь берем фольгу закручиваем фольгу и делаем такую конфетку и так повторяем три раза и тем временем кекс уже приготовился как проверить кекс на готовность либо любое другое тесто берем шпажку и прокалываем если шпажка сухая значит тесто пропеклось если шпажка в тесте значит надо еще запекать тут все идеальней все вынимаю с формы и оставляю чтобы остывал обратите внимание то что посуду которую я использую я стараюсь сразу мыть чтобы это не занимало потом много времени также так как у нас сегодня колбаски будут сделаю жареный лучок чтобы сверху посыпать на них и сделаю соус говяжьего бульона то есть говяжий бульон заправлю его еще и загущу с помощью муки и будет вот такой соус берем и протыкаем шпажки все на 180 градусов примерно на 25-30 минут и в хак по поводу приготовления риса в духовке разогреваем духовку на 180 градусов промываем рис и насыпаем один к полтора затем накрываем фольгой и ставим в духовку на 20 минут затем выключаем и оставляем в горячей духовке еще на 20 минут получается шикарный рассыпчатый рис этот способ мне подсказал повар с которым мы работали привет тебе рома спасибо за отличный способ салатик сегодня будет а-ля крабовый крабовые палочки кукуруза лучок у меня будет репчатый можно взять зеленый яйца и айсберг добавлю для объема можно рис но рис у меня будет на гарнир поэтому айсберг шикарно очень вкусный получился супчик легенький такой бульончик вот такие вот сосисочки рулетик теперь надо все сервировать и выдавать вот такой вот рассыпчатый шикарный рис получается с помощью такого метода жареный рис вообще фигня готовить обжарили на раскаленной сковородке замороженные микс овощей затем закинули туда рис заправили соевый соус чеснок полетели готово ну посмотрите на эту красоту посмотрите какой он сочный а вкусный вы все просто представить не можете серьезно вам говорю обязательно попробуйте приготовить это просто вышка смотрите рассыпчатый нежный а а а и а и и а и и Продолжение следует... Вот так подам. Можно взбить яичный белок с сахаром, залить. Но я хочу так. Все, обед отдал. Теперь замывочка и уборочка. Так, обед закончился. Считаю, удачно. Почти все съели. Все остались довольны, сыты. Буду замываться и идти отдыхать до трех часов. Так, ну что, друзья. У меня уже перерыв. У меня уже перерыв. Давайте расскажу такие базовые вещи. Я нахожусь на PSV. 11 человек экипаж. Контракт 6 недель. Вы спрашивали, почему так мало. Ну, писали в комментариях. В офшоре обычно 4, 6, 8, 12 недель. Потому что это тяжелая работа. Тут в основном работа в Северном море. Качает. Плохая погода. Тяжелые условия. То, что... Ну, скажем так. Не то, что тяжелые условия. А большой объем работ. То есть, тут я, как уже рассказывал в прошлых видосах, что тут не оделаешься, допустим, гречкой и жареной отбивной. Как вы видите, я готовлю два основных блюда. Два гарнира. Бывают еще два гарнира и овощи. Суп, сала. Но это уже тоже в зависимости от бюджета. Сейчас у меня очень маленький бюджет. 8,80 на человека в день. В принципе, можно выкрутиться с этого всего. Но тоже без шоколадок, без софт-дринков. 100%. Я не могу заказать, допустим, тостовый хлеб. Либо цельный хлеб. Я его пеку сам, потому что это дешевле. Заказываю французские бакеты. Потому что, ну, их готовить долго. Ну, и десерты я не заказываю, я их готовлю сам. Вот. Когда бюджета побольше, то можно и готовые десерты заказать, готовые торты, пирожные и всякое разное. А я сейчас заказываю, так, печенье на кофе-тайм, джемы, варенье, мед. Ну, и остальное все сыпучее для десертов, чтобы заниматься выпечкой самостоятельно. Просто, допустим, те же, там, столевары, да, кашевары. Они, ну, приезжают, их сразу списывают, они отсюда уезжают. Потому что, если человек элементарно не может пожарить мясо, то, ну, смысл его держать здесь, если он не вывезет это все. Там, мясо пожарить, соус сделать. Я уже не говорю о десерте. А плюс ко всему, это же не только готовка, это еще и менеджмент. То есть, тебе и управлять персоналом надо, и учет вести. Ну, в моем случае, например. То, как я работал в прошлом контракте на МПСВ с клиентами. Там, где было 60 человек плюс, и в кейтинге 7 человек. То есть, еще и управлять персоналом надо. То есть, толерантным быть, находить со всеми общий язык и так далее. А попадаются разные люди, которые хотят работать, которые не хотят работать. Ну, и как бы, от тебя зависит, будет ли выполнена работа или нет. Вот так. Я думаю, тут, ну, офшорный флот ближе к пассажирскому флоту. Потому что, ну, по объему работ. В офшорном флоте, на больших судах, там, где больше 20 человек экипаж, там работают тоже по смене, допустим, день-ночь. Ну, и на пассажире тоже работают день-ночь. Так, с этим мы закончили. Так что, я на отдых, увидимся в 3 часа. Кофе-тайм, кексика уже не маха. Понятное дело. Сегодня на обед шашлычки будут со свиной шеей, уже замаринованные. Такая вот красота. Кольца кальмара в панировке. Запеченная картошка дольками с чеснечком. Ну, такое. То есть, легкий ужин, скажем так. Сделал заготовки на завтра. Нарезал стейков, замариновал курицу, пакую и приступаю к сегодняшнему ужину. Нарезал перчики. Жаль, что нет зеленых, либо желтых. Была бы какая-то контрастность. Сделал еще черри. Сейчас буду собирать шашлычки. Шашлык я мариновал обычным для себя способом. Засыпаю туда много мятого лука. Чтобы он дал сок воды за сутки, он его размягчает, что он становится просто нежнейший. А специи на ваше усмотрение. Какие хотите. Там розмарин, тимьянчик, соль, перец, чесночок, паприка. Самое главное, это лук. Нарезаем лук. Где-то такие большие две головки. Жмем его хорошенько, чтобы он дал сок. И сюда, на сутки, на ночь точнее. Если надо быстрый маринад, тогда можете добавить два киви, я думаю, будет достаточно. Но не больше часа, потому что у киви сильная кислота, она будет уже разъедать мясо после часа. Теперь, что я делаю? Я беру грилевую сковородку, раскаляю и обжариваю там шашлычки для придания цвета, небольшой такой грилистости, копчености, и чтобы запечатать мясо на большой температуре. И в дальнейшем доведу их в банамате, и они будут сочные. Продолжение следует... Пахнут сейчас, как на природе, честное слово. Вот эта вот посудомоечная машина, она живет как будто своей жизнью, честное слово. Просто вот даже не дает расслабиться, держит всегда в тонусе. Я вам говорю, она, блин, хочу работаю, хочу не работаю. Короче, то... Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал. Сегодня хочу приготовить шоколадные маффины, поэтому погнали готовить. Для 20 маффинов нам понадобится 120 грамм какао, 300 грамм сахарной пудры, 16 грамм разрыхлителя, ну, где-то 3 чайные ложки, 120 грамм мягкого сливочного масла, 400 грамм муки, и 300 миллилитров молока. Также 4 яйца. Что мы делаем? Берем, смешиваем яйца, молоко, мягкое сливочное масло, и перемешиваем это все до однородной массы. Затем смешиваем оставшиеся ингредиенты, сахарная пудра, какао, разрыхлитель и мука. И опять же тщательно вымешиваем. Полученную массу разливаем по формочкам. И теперь в духовку на 180 градусов 15 минут. Сделал маленькие кексики, поэтому у меня получилось с этого замеса 33 штучки. Вот, смотрите, какая красота. Воздушные, мягкие. Эти сейчас еще подстынут, и буду доставать с формочек, чтобы они не развалились. Тоже какие-то такие грибочки получились интересные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... А вот гора кексов с одного замеса. Тут получились 33 штучки вот таких вот маленьких. Воздушные маффины, просто безумно вкусные. Обычный рецепт, ничего сложного, все без заморочек. Так что всем приятного аппетита и до встречи! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня хочу вам показать отличнейший рецепт теста на пиццу и соуса к пицце. Для этого нам понадобится с расчетом на 2 килограмма муки, 10 грамм дрожжей, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, литр 100 воды, теплой, и 200 миллилитров оливкового масла. Эти все ингредиенты мы просто смешиваем вместе. Добавляем воды. И оливковое масло. Ставим, устанавливаем насадку. И вымешиваем. С этого замеса получится 4 вот такие вот большие пиццы. Большой противень, 4 штуки такие получатся. То есть полкило муки на одну большую пиццу. Вы можете себе разделить, чтобы вы понимали, сколько ингредиентов получится на одну пиццу. Также, если вам, допустим, надо приготовить тесто на завтра, вы можете добавить не горячую воду, а холодную. А замесить тесто, разбить на порции и оставить его в холодильнике до завтрашнего дня. Оно как раз поднимется, подойдет и будет готово для формировки, раскатки и запекания. Если вам надо сейчас, то добавляем теплую воду, вымесили, оставляем буквально на часик. Затем формируем, раскатываем и можно выпекать. Смотрите, воздушное тесто получается. Отлично вымесилось. Мягенькое, не забитое, видим, да, тянется очень хорошо. Теперь что мы делаем? Мы его накрываем, оставляем на час, чтобы оно поднялось. Затем будем формировать, раскатывать и запекать. Каждый раз, когда готовлю пиццу именно с этого теста, все говорят, что пицца получается вкуснее, чем в итальянском ресторане. Тесто получается воздушное, вкусное, и оно не засыхает, если постоит пицца даже полдня. Оно все равно будет мягким. И съедается полностью все, даже с корочками. Теперь приступаем к соусу. Так, вот все ингредиенты, которые нам понадобятся для соуса. Основа это будут томаты в собственном соку. Берем блендер, засыпаем туда томаты. Тут 800-гримовая банка. С расчетом на эту банку получается соуса на 2 замеса, то есть на 8 пицц. Я всегда делаю больше, потому что его можно также использовать как кетчуп. Его можно также добавлять в разные блюда, смешивать с макаронами, подавать, запекать с мясом. Этот соус универсальный, то есть даже если он останется, его всегда можно выработать и добавить куда угодно. Добавляем сюда 5 зубчиков крупных чеснока, соевый соус. Две столовые ложки. Ворчестер. Чайную ложку. Столовую ложку неполную сахара. Буквально щепотку соли. Теперь мы это все дело перебиваем до однородного состояния. Вот, получается вот такой вот с мелкой фракцией чеснока. Затем мы добавляем оставшиеся ингредиенты. Это травы. Туда пойдет орегано, базилик, перец черный. Заправляем, перемешиваем, пробуем и доводим до вкуса. Столовую ложку базилика. Столовую ложку орегано. И пол чайной ложки перца. Пробуем. Все, идеально. Попробуйте этот соус. Это итальянский соус, который подается во всех пиццериях Италии. Очень получается вкусно, просто и универсально. Тесто шикарно поднялось. Увеличилось в два раза. Так что, раскидываю на порции. Раскатываю. И будем выпекать. Раскатываю. 190 градусов 10 минут пицца готова теперь делаем вот такой вот масочка чеснок орегано оливковое масло это все дело так вот сбрызгиваем края смазываем прелесть просто шик и блеск всем приятного аппетита так что обязательно бьете за ингредиентами готовьте пиццу с этим тестом с этим соусом начинку можете положить любую засыпать все сыром моцарелла получится просто невероятно и все скажут вам огромное спасибо и будут просить у вас рецепт а для меня спасибо вы можете сказать в виде подписки лайка и написать комментарий какая пицца у вас получилось всем спасибо за просмотр увидимся всем привет друзья решил сегодня приготовить буррито но у меня нет тортильи поэтому ловите элементарный вкусный рецепт тортильи нам понадобится 320 грамм муки 50 грамм сливочного масла с холодильника 200 170 миллилитров воды щепотка соли что мы делаем засыпаем муку с этого объема получится примерно 7 тортильи высыпаем масло щепотку соли еще можно большую шпотку и теперь нам надо это все перемешать чтобы получилась крошка вот такая крошка получается теперь меняем насадку выливаем чуть-чуть воды половину ну больше половины вода должна быть теплая и если нет сливочного масла можно добавить растительное но уже не 50 грамм а 40 миллилитров и теперь перемешиваем до однородного состояния смотрите вот такое тесто получается мягкая нежная так сейчас сейчас присыплю слегка мукой и будем разделять на порции воды у меня ушло примерно 170-180 миллилитров так что добавляйте воду постепенно чтобы получилась вот такая воздушная консистенция вот смотрите тесто нежнейшее слегка присыпали мукой прям малую часть чтобы просто удобнее было вымесить его теперь делим на 7 лепешек и и раскатываем шарики и накрываем полотенце накрыли оставляем на 10 минут чтобы тесто было воздушней и проще раскатывалось потом раскатываем лепешки получится примерно по 20 сантиметров и обжариваем на большой температуре на сковородке раскатываем тоненько под нужный нам диаметр тем временем сковородка уже разогревается поэтому сейчас будем закидывать жарить и жарим до появления пузырей потом переворачиваем даем цвет и снимаем вот уже появляются пузырики так же само буквально полминуты с каждой стороны и они будут готовы и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что спасибо за просмотр Обязательно ставьте лайки Не забывайте про подписку А с вами мы увидимся в следующем видео Всем привет дорогие друзья Короче попадос Проблема заключается в том Что я уронил свою основную камеру Sony X3000 И у нее развалился объектив Произошло это Когда я хотел снять Как поднимаются булочки В пароконвектомате Крепление отклеилось Она упала И объектив начал дрожать Фокусировки не было Никакой От слова совсем Посмотрел обзоры Разобрал ее Приклеил то что отвалилось Должно было помочь Камера заработала Но Как я уже заметил после Снял два видоса Про кексы Маффины шоколадные И Тесто на пиццу И Я думаю вы уже заметили Что Они немного В расфокусе Есть небольшая Небольшая рябь Поэтому Это максимум Что я мог сделать с этим Сейчас покажу наглядно Вот так вот снимает Камера То есть На дальней дистанции На вытянутую руку Фокусировки нет вообще Вблизи Более не менее Есть Обидно конечно Очень сильно С этой камеры Можно сказать Все и началось На эту камеру Я снял полноценное видео Рабочий день судового повара Которое набрало Больше миллиона просмотров Сейчас я с этим Ничего не могу сделать Потому что Нахрюсь Как вы понимаете На работе Все что я мог Сделать Я сделал Оно конечно Исправило ситуацию Но Не в идеале Снимаю я сейчас На вторую камеру GoPro 5 Session Качество у нее Хорошее Но стабилизация Тут конечно Хромает Поэтому Не будет Наверное Кадров В движении На нее Я уже снял Второе видео Рабочий день судового повара Можете кстати Сравнить Качество И стабилизацию Надеюсь Вас это не сильно Огорчило Можете поддержать Меня Подпиской Лайком Напишите Ваше мнение О качестве Картинки На эту камеру Буду ее Ремонтировать По приезду Скорее всего Буду покупать Другую Чтобы была Дополнительная Камера Потому что Вот Благо Я взял С собой Гоупрошку На примете Камера DJI Osmo Action 3 Она как Гоупро 11 Вместе с Это смесь Гоупро 11 И Sony X3000 Качество Съемки Шикарное Стабилизация На высшем уровне Удержание Горизонта Звук Пишет Идеально Поэтому На примете Этот вариант И цена У нее Хорошая Так что Как только Возьму Обязательно Расскажу Об этом И дальнейшую Судьбу Этой камеры Тоже Поделюсь С вами Всем спасибо За просмотр До встречи Всем привет Друзья Добро пожаловать На канал Меня зовут Руслан Канал Лучников Китчен Я нахожусь На борту Работаю Судовым поваром И сегодня Расскажу Вам про Заготовки Какие Заготовки Я делаю И насколько Они Практичны И полезны Добро пожаловать Продолжение следует... Вот так вот выглядят мои заготовки. Постоянно пользуюсь таким методом упрощения рабочего процесса. Чем это удобно? Вот смотрите, допустим, картофель чаще всего, да можно сказать постоянно, я использую каждый день. Но если я его буду чистить перед каждым приготовлением, это занимает уйму времени. Для того, чтобы упростить это все, я делаю это заранее. То есть у меня появилось свободное время, например, во время приема пищи, да, кто-то, ну, ребята кушают, я быстренько встал и потихонечку себе чищу, никуда не тороплюсь, то есть не надо наспех это все делать и так далее. Водичкой залили, в холодильник поставили, все, она себе ждет своего времени. Так же самое с морковкой. Морковку я нарезаю тоже предварительно, ну, нарезаю, чищу предварительно, храню ее вместе с картофелем в водичке, так она не темнеет, хорошо сохраняется. Лучок тоже по чуть-чуть себе чищу, ну, примерно на день вперед, да, вот я начистил себе, уже немного использовал. И я знаю, что мне надо, допустим, взять, сделать нарезку, там, либо зажарочку, да, на супчик. Я себе беру лучок, беру морковку, сразу нарезаю и делаю зажарку. Все, ничего не надо мне чистить, вот это вот пачкать, все. У меня уже все заготовлено. Так же самое зеленуха. Зеленуху промыли, нарезали, тут у меня укроп, петрушка, салфетку подложили, чтобы влага вся уходила, чтобы она не плесневела. И все, храним в холодильнике, когда надо заправить суп, салат. Просто взяли щепотку, заправили и все готово. Тоже не надо нарезать, быстренько все грязное, все в зелени, не успеваем, торопимся. Нет, достали, крышечку открыли, заправили, все шикарно. Чесночок, вот эта вот вещь, это просто must have, потому что битый чеснок в масле упрощает все. Все, использую я насадку, заливаю цельный чеснок, чищенный, который сам тоже чищу, заливаю его маслом, перебиваю до состояния, которое мне надо. Это примерно такой вот прям, ну не паста, но мелкие-мелкие-мелкие кусочки. Обычно так, чтобы проходило через горлышко бутылки, не застревало. Можно делать крупнее, если у вас банки, и пользоваться ложкой, засыпать. Чеснок так же самое я начистил, если мне надо цельные кубики или там, ну цельные зубчики, или там большие кубики, слайсы и так далее, я себе взял чесночок, нарезал, нарубал, там раздавил, скинул целиком, сделал все, что необходимо, и не надо чистить, он уже готов. В свободное время, свободное, я распределяю так, что я себе подготовил заготовочки, и у меня, когда они необходимы, я себе просто взял и использую. Это универсально и практично, поверьте мне. Это уже не один год проверено. И этот метод работает, особенно, когда ты работаешь сам, когда нет помощника, заготовщика и так далее. То есть ты распределяешь свое рабочее время, распределяешь свои процессы. Так же самое, в принципе, я поступаю и с мясом. То есть я, допустим, вот на сегодня, да, достал мясо с утра, например, закинул его в холодильник, на завтрашний день или к вечеру оно уже разморозилось, я его замариновал, и завтра я уже его буду запекать, обжаривать и так далее. Оно уже будет замариновано. Тебе не надо это все брать наспех, нарезать, мариновать. Оно еще не промаринуется там за 15-20 минут, за час. Оно должно полежать сутки, оно должно промариноваться, набраться вот этих вот вкусов, специй и так далее. И в этом и суть заготовок. Потому что все, что можно упростить, надо это использовать. Если ты можешь распределить свои процессы на несколько этапов, то лучше так делать. Потому что, когда ты разбиваешь приготовление на несколько этапов, ты упрощаешь себе время приготовления. Ты не будешь носиться по кухне в панике, что ничего не успеваешь. Нет, у тебя все будет распределено. Это очень важно. Так что, друзья, используйте свое время правильно, делайте заготовки. Увидимся в следующем видео. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал. Сегодня будет лазанья а-ля Вишняков Китчен. Так что, не переключайтесь. Погнали готовить. Так, что такое лазанья? Это итальянское блюдо, макаронное изделие, состоящее из тонкого листа теста, прослойку с начинкой. Это может быть как мясная начинка, овощная начинка, также с соусом, либо без. Вариаций очень много. Я люблю лазанью с соусом болоньезе и соусом бешаме. Для нее нам понадобится приготовить соус болоньезе. Что это такое? В идеале это говядина, лук, морковка, сельдерей, томаты, можно бекон, прошутто, говяжий бульон и специи. Я буду готовить примерно с тех же ингредиентов, за исключением стебля сельдерей. У меня его нет. С ним получается еще вкуснее, но отталкиваемся от того, что у меня сейчас есть. Нарежем кубиком лук. Также морковь. Также у меня осталось немного хамона. Добавлю его в болоньезе. Будет очень вкусно. Вы можете добавить бекон обычный, либо что-то похожее. Оно только добавит вкуса и сделает ваше блюдо еще лучше. Так, в принципе, овощи нарезаны. Фарш готов. Погнали обжаривать. Пока сковородка разогревается, подготовим соус. Берем томаты в собственном соку. Пару зубчиков чеснока. Так, перебили. И к нему мы вернемся позже. Наливаем масло. И засыпаем лук. Обжариваем до золотистого цвета и добавляем морковь. Так, начал лучок подрумяниваться. Добавляем морковку. И так же его подрумяниваем. Уже поджаривается все. Добавляем теперь наш фарш. Главное хорошенько размять фарш, чтобы он не был одним комком. Самый вкус соуса болоньезе заключается в том, что он не должен быть однородным. Он должен быть таким структурированным. То есть, должна попадаться фракция мяса, кусочки овощей. И это все будет в одном соусе. Я, например, люблю, когда фарш слегка такой поджаристый. Поэтому готовлю его первоначально на большой температуре, чтобы получить вот эту вот хрустящую корочку. А затем уже перехожу на среднюю. А затем уже перехожу на среднюю. И уже как раз фарш почти весь разошелся, как мне надо. Можно добавить в него хамон. Теперь добавляем наш соус с томатом и чесночка. У меня будет все с расчетом на 1 килограмм говяжьего фарша. Так что имейте в виду. Посмотрите на этот цвет. Просто шикарный цвет. Теперь добавляем говяжий бульон. И будем томить. Так, убираем жирок ненужный. И берем только бульончик. Так, шикарно. Теперь оставляем его томиться. И будем делать соус с бешамель. Берем 100 грамм сливочного масла. Кидаем его в сотейник. И ставим на плиту. Затем берем муку. Нам надо, чтобы масло полностью растопилось, но не сгорело. Так что за этим обязательно внимательно следите. Так, отлично. Вот до такого состояния доводим масло. И теперь добавляем муку так, чтобы загустить масло. Главное не переборщить. Так, нужно еще. Вот так достаточно. Затем мы это все обжариваем. Хорошенько обжариваем муку. Чтобы она стала румяной. Но не спалить. Буквально пару секунд мы ее обжариваем. И затем добавляем молоко. Обязательно не забываем помешивать. Муку. Попробуй. И яблоки. Карел here. Тем, что, как и дudo-логи, И яблоку. Аблоки. Яблоку. Одессу. Аблоки. Так, молока мне нужно полтора литра, поэтому беру еще одну бутылочку и добавляю ее туда же. Теперь доводим до кипения, заправляем и снимаем. Заправлять будем соль, перец и мускатный орех. Все, соус закипел. Снимаем. Не забываем его помешивать, потому что сгорит. Как раз нужная мне консистенция, теперь надо заправить. Мясо. Продолжение следует... Это идеальная консистенция, чтобы он оставался на спинке ложки. Пробуем. Еще соли. Если вам нужен жижи соус, вы можете добавить еще молока. То есть сделать с расчетом на 2 литра молока. Если вам нужен гуще, то тогда еще слегка его покипятите. Но поверьте, он сейчас постоит и будет еще гуще. Пробуем. Вот, идеально. Оставляем его в сторонке и теперь заправляем наш соус баланьеза. Добавляем туда соль, перец и базилик сушеный. Можно свежий, если он у вас есть. Соус должен быть слегка пересоленный. Рецепт готов. Нужно добавить еще сахара Где-то 3 чайные ложки будет достаточно, чтобы убрать кислоту томата Отлично Снимаем Итак, приступаем На основу наливаем болоньезы Выкладываем листы Некоторые отваривают изначально листы Некоторые вымачивают Я вложу сухие листы, получается шикарно Получается удобно и так же вкусно Теперь Снова соус болоньезы Разравниваем Бешамель И я люблю, чтобы лазанье было сырное Добавляем слой пармезана И слой моцареллы Затем мы все повторяем Все, пожалуйста, лазанье готово к запеканию Теперь мы ее ставим на 180 градусов на 30-35 минут Пока тесто не пропечется После того, как лазанья запечется, мы ее нарежем Засыпем сыром Немного подрумяним И можно будет подавать Так будет визуально красивее Достали, нарезали, засыпали все сыром Камера не записала, конечно, как я нарезал Но так как у нас листы лазаньи уже были маленькими кубиками Поэтому сложности в нарезке нет Нарезали ее Засыпаем обильно сыром И ставим в духовку, чтобы сыр расплавился Затем можно будет уже подавать Шикарнейшее лазанье готово Посмотрите на эту красоту Просто сырное безумие Очень вкусно Поверьте мне на слово Обязательно попробуйте приготовить этот рецепт Напишите в комментарии, как у вас получилось Так что, друзья, спасибо за просмотр До встречи Вы спрашивали, как я работаю во время шторма Ну, сейчас, конечно, не шторм Но качает знатно Сейчас покажу Вот так работаем Фиксируемся в одном положении Держимся за что-то Фиксируем посуду всю Кастрюли фиксируем, чтобы они не упали Чтобы ничего не перевернулось Не вылилось и так правильно До встречи Ну и все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, все смотрели видео Про китайский аттракцион Там, где на мосту скачут Ну вот это примерно то же самое Время плохой погоды Везде все должно быть зафиксировано Чтобы не было непредвиденной ситуации Также должны стоять эти вот Elephant Skin резинки Чтобы посуда не скользила Тоже Такие боксы очень удобно Потому что видите, что происходит Было такое, что Боксов на судне не было Еще давно В торговом флоте И полностью все соуса Масло Специи Все было на полу Полностью разбито Все стекло Тогда и офицеры не предупредили И ничего никто не сказал Что будет небольшое волнение Ну короче судно Накренило очень сильно И все просто полетело На балкере это было Вот такие вот смотрите Ограничители Для посуды Для стаканов То есть Даже если тарелка Захочет выпасть Она не выпадет Везде ограничители стоят Замки На холодильнике Шкафчики Все на кнопках Видно да Это все сделано Не просто так Также резинки Здесь Ограничители на плите Также есть дополнительные Дополнительные ограничители Выглядят они вот так вот Можно поставить еще один здесь Чтобы кастрюля никуда не ездила Так что Обязательно за этим надо следить Лучше лишний раз перестраховаться Потому что бывает Всякое У меня была ситуация Что Я три часа варил Гороховый суп Получился наваристый Такой нажористый Супчик С говяжьими ребрышками И за полчаса До выдачи До обеда Просто качнул Очень сильно И он просто слетел Со стола на пол И за полчаса Пришлось готовить На скорую руку Куриный суп Благо была Разморожена Куриная грудинка Ну И такие ситуации Бывают И все все понимают Даже если бы я Не успел бы Приготовить суп Ну что поделать Был бы Обед без супа Вот Так же бывает Улетает И основное блюдо И гарниры Улетают И как бы Выкручиваешься С этой ситуации Что-то придумываешь Что-то заменяешь Все входят в положение Была еще ситуация Когда с верхней полки На складе Ящик молока Где-то литров 8-10 С верхней полки Просто его перекинуло Она рухнула Понятное дело Разбилась Туда еще упало Пару килограмм овсянки Пару упаковок хлопьев Короче Это все Лужей вот так вот Каталось По всему складу В общем Быстрый завтрак Был готов При Прям ужаснейшей погоде Понятное дело Что Работать невозможно Может и укачивать Очень сильно Когда Особенно Когда голова-ноги То есть Бортовая Килевая качка Вот это я вообще Не люблю Тебя прям Трусит Кидает Непрерывно И состояние Такое прям Ужасное Не знаю Сколько пытался Но не могу К этому привыкнуть То есть Ну К такой погоде Это как бы Ничего Это даже не Шторм Это даже не Качка Это так Легкое волнение Но Когда прям Сильно кидает То Даже Не всегда Таблетки Помогают А таблетки Я беру Всегда на судно Потому что Говорю Северное море Это такое место Непредсказуемое В котором Может быть И штиль А может быть Зимой Два раза в месяц Нормальная погода А работать то надо А люди то кушают В эту погоду Я вообще не представляю Когда кидает Я вообще Есть не могу Ну У меня И без еды Оно может выйти Обратно А тут еще Если накинуть что-то Не знаю Не могу Вот Так что так Таблетки на всякий случай Берут Даже если вы идете Первый раз И не знаете Укачивает вас Или нет Поверьте В ужасную погоду Когда Прям Шторм Когда прям Около 40 Узлов Ветер Укачивать будет Всех Так что Лучше Перестраховаться И чтобы Не бегать Каждые 15 минут Кормить рыб Скажем так Лучше взять Таблеточку Вот так вот Проходит работа Во время Плохой погоды Не забывайте Про подписку Лайк И до встречи Всем привет Дорогие друзья Добро пожаловать На канал Сегодня я приготовлю Панкейки Поехали Так Из ингредиентов Все вообще Элементарно 2 стакана муки 2 стакана молока По сахару Смотрите сами Я добавляю Около 6 столовых Ложек сахара 2 чайные ложки Разрыхлителя 1 чайную ложку соли 2 яйца Проще Некуда И еще Растительное масло 4 столовые ложки Приступаем к смешиванию Разбиваем 2 яйца Всыпаем сахар Соль И перемешиваем До отродного состояния Так Сахар растворился Добавляем молоко И перемешиваем дальше Теперь масло Мука Мука И разрыхлитель Вот такая масса должна получиться Теперь ставим сковородку на плиту Разогреваем ее Переливаем тесто в удобную емкость Можете отсюда Разливать Половником Как вам удобнее И будем жарить С этого замеса получается примерно 14 панкейков 8-10 см Все разогреваем на максимальной температуре И пробуем Без масла Сковородки Сковородки конечно ужасные Побитые Поцарапанные Помятые Ну что поделать Мы никак не можем добраться до порта Чтобы получить наличку от агента И сходить в магазин купить нормальные сковородки Ну то есть Чтобы я сам выбрал Какие мне подходят В Голландии были В порту Нашем как раз И видел сковородки За 10 евро можно взять неплохую С теплоновым покрытием И за 20 уже Тефалевскую Вот наши блинчики Уже Начинают пузыриться Это значит Что их скоро будем переворачивать Жарим на одной стороне Пока не пойдут пузыри Появляются пузырьки Переворачиваем Дожариваем на второй До румяного цвета И снимаем Короче не очень удобно Все делать одной рукой Еще и плюс качает Сейчас я их переверну и покажу Так Первый блин комом Ну вот должны получиться Вот такие вот Панкейки О чем я и говорю Как на таких сковородках Можно что-то делать Посмотрите Так запись пошла Дубль 2 Разогреваем Минус еще в том Что она погнутая И они греются неравномерно То есть одни уже пожарились А вторые еще сырые Вот Ее надо придерживать В таком среднем состоянии Вы видите Играться надо Все видите Со второго раза Получилось Так что аккуратненько Их поддеваем Переворачиваем Получаются вот такие вот Пышненькие Видите воздушные Главное Момент поймать Когда они уже начинают Пузыриться В этот момент Их уже надо переворачивать Если вы жарите На максимальной температуре Можете поставить на средней Если боитесь Упустить этот момент Тогда чуть-чуть больше Надо подождать То есть пузырьки появились Вы чуть подождали Они все полопались Вы перевернули Потому что на средней температуре Оно румянится Немного дольше И все Потом подрумянили С обратной стороны И сняли Ничего сложного Подавать можно с чем угодно Вот такая вот красота Получается с двух сторон Пышный Воздушный И очень вкусный Так что всем спасибо за просмотр С вами был Руслан Дальше будет еще интересней Всем привет дорогие друзья Добро пожаловать на канал Сегодня буду готовить Мой самый любимый хлеб И по этому рецепту Он получается еще вкуснее Чем в пекарне Погнали готовить Нам понадобится 900 грамм муки 3 столовые ложки сахара 1 столовая ложка без горки соли 1 столовая ложка с горкой дрожжей 4 желтка И 2 цельных яйца 300 миллилитров теплой воды И 50-100 миллилитров оливкового масла Что мы делаем Мы смешиваем воду Сахар И дрожжи Затем добавляем желтки И цельные яйца И опять перемешиваем Теперь добавляем муку Соль И вымешиваем уже тесто Можем добавить масло И дальше вымешиваем Присыпаем мукой Собираем Вот такое воздушное тесто Должно получиться Теперь накрываем его полотенцем И ставим теплое место На час подниматься Спустя час Снимаем полотенце Обминаем тесто И ставим еще на час подниматься Так, спустя часик Еще, смотрите Тесто еще поднялось Что мы делаем дальше Так, вынули тесто Теперь его немного вымешиваем Затем нарезаем его на порции Это будет у нас две булочки По три косички Теперь формируем шарики Сделали шесть шариков Накрываем их полотенцем И оставляем на десять минут Мы берем и делаем Вот такие вот лепешки Затем скручиваем в трубочку И раскатываем в жгут Так, примерно 30 сантиметров 35 Вот такие Раскатали три жгута И теперь плетем косичку Фиксируем края Один на один Хорошенько их прижимаем И погнали Все в центр Сильно не затягивайте ее Чтобы было такое Немножко свободно Потому что она будет еще подниматься Края залепливаем хорошенько Здесь тоже И подминаем их вниз Вот так И вниз Прячем Вот такая вот косичка получается Она, видите, свободненькая Сильно ее не затягиваем И откладываем ее на противень На пергаментную бумагу И приступаем ко второй Теперь эти шикарные две косички Накрываем полотенцем И ставим в теплое место Еще на полтора-два часа подниматься Вот такая красота получилась Воздушные, нежные Что мы теперь делаем? Тщательно смазываем это все дело яичком И теперь ставим в духовку На 180 градусов на 20 минут Ну просто посмотрите на эту красотищу А запах Просто французские пекарни с круассанами Нервно курят в сторонке Это факт Просто послушайте Хрустящая корочка Мягчайший внутри Просто шикарный Так что, друзья Обязательно попробуйте этот рецепт Это что-то невероятное Рецепт не сложный Да, он занимает немного времени Но поверьте Это того стоит Такой хлеб понравится всем Так что, друзья Спасибо за просмотр Обязательно ставьте пальцы вверх Увидимся в следующем видео Всем привет, дорогие друзья Добро пожаловать на канал Сегодня я получаю вторую провизию И поговорим как раз Как я просчитываю порции Как распределяю продукты И составляю меню на неделю Погнали! С машинкой Кстати, разобрался Слив, короче Произвожу вручную Ну и залив воды Тоже вручную С помощью шланга Заливаю сразу кипяток до уровня И она сразу начинает работать То есть Единственный способ Как ее можно реабилитировать Если делать по-другому То она начинает устраивать истерики И отключается автоматически Вот так Так что Если вдруг у вас такая проблема Что она не заканчивает процесс А все останавливает на половине То совершайте слив вручную Вынув заглушку И залив воды Так же самую вручную Обед уже почти закончился А провизию еще не привезли Поэтому мы сейчас Пойдем в город Надо будет купить кофе Сыров В городе дешевле, чем привозят И качество немного другое Так что Ребята сказали Что раскидают провизию за меня Ну я приду Понятное дело Разложу Как оно должно быть Вот Но ведь Все помогают друг другу Так что так Субтитры сделал DimaTorzok Купил в магазине Вот такую Тефалевскую сковородку 32 см Мерный стакан Весы И лопатки Две Это мне обошлось В 100 евро Грубо говоря По продуктам Взял кофе Намазки разные Там с чесночком Обычное масло Взял сахарозаменитель И там Интересных сыров Еще взял Так Ребята Тут Раскидали Сухой склад Отлично Разложили Так Ну тут Разложили Надо будет Это все Пораскладывать Вообще Респект И уважуха Видите как Командная работа Я за продуктами Остальные Помогают Что еще Получили Надо будет Во-первых Все проверить Во-вторых Получили Вот такие вот Суповые ложки Надо проверить Удобно ли Ими есть Вообще Сильно широкие Стаканы Вот такие вот Недопластиковые Чашки Которые Поедут Обратно Потому что Нам такое Не надо И заказали Суповые тарелки Посмотрите Что привезли Это вот Суповая тарелка Называется У них Это же Салатница И пластиковая Тоже Поедет обратно Не Ну эти лопатки Мне тоже Не нужны Они поедут Обратно Так что Стаканы Остаются Ложки остаются Все остальное Едет обратно Это мы будем Возвращать Проще Я же говорю Цена Та же самая А приезжает Фигня Полная И Очень дорого То есть Вот По-любому Вот эти вот Лопатки Я вам сейчас Скажу Сколько они стоят Спатулла Пластик 6,70 евро Спатулла Пластик 3 евро То есть Чувствуете Разницу Что еще Ну Салат Бол 4 евро За штуку За вот эту Пластиковую Фигню То есть Ну Блин Мы заказывали Суповые тарелки Нормальные Суповые тарелки На 250 300 миллилитров Приехало Не то что нам надо Будем отправлять Обратно Сейчас буду проверять Дальше провизию И потом поговорим Как же проходит расчет продуктов Оформление заявки На провизию И так далее Я отталкиваюсь От двух вещей Это сумма На человека В день И объем продукта Если считать По таблице То это Полкило мяса В день На человека И полкило Овощей Также на человека В день Если по этой формуле Смотреть То в принципе Умножаешь На количество Человек В день Допустим Полкило Умножаешь На 11 У меня получается 5500 Килограмм В день Ну а дальше Уже ты умножаешь На период На который ты заказываешь Если придерживаться Этой системы То в принципе Должно хватать мяса Но Надо же учитывать Что это Как бы бруто Поэтому Минус Ужарка Минус Разморозка Минус кости Шкуры Головы И так далее С этого получается У нас что То что мясо У нас выходит Меньше И Не всегда Выходит так Что Можно взять Допустим Там 2 килограмма Возьмем К примеру Что у меня Вот к примеру Уходит Около Полукилограмма Мяса на суп 2 килограмма На обед И 2 килограмма На ужин Это то есть Килограмм Одного мяса На обед К примеру Курицы Килограмм Говядины На обед На ужин Килограмм Рыбы Килограмм Свинины То есть Нам надо Это все Распределить Так Чтобы люди Были сыты Наелись Получили Разнообразное Меню Разнообразные Блюда И были довольны Правильно Я же не буду готовить Например Каждый день Одно и то же Потому что Извините У нас Лимиты Нет Так не получится Надо немножко Включать смекалку И играться С этим Кулинария Это не только Смешать Заправить И отдать Нет Это еще и Психология И голову Надо иногда Включать Чтобы Это все Придумывать Рассчитывать Это творческая Работа Скажем так Что я делаю Допустим У меня Понятное дело Не всегда Получается Соблюдать Нормы И Чаще всего У меня Выходит Мясо Например Около 7-8 Килограмм В день Уходит Вот То есть Чтобы люди Были сыты Довольны И так далее Как же Я делаю Так Чтобы у меня Не было Минуса И Самый важный Момент В том Что Хороший Повар Должен Сделать Так Чтобы у него Был запас Всегда Должен Быть запас Почему Спросите Вы Я вам Объясню Бывают Такие Ситуации Когда Приходит Письмо С офиса Ой Не могли Бы вы Поработать На недельку Больше Протянуть Провизию Еще Ой Мы не Можем Зайти В порт Ой Там Ошибка В поставке Привезли Не в то Место Получите А нам Отходить Например Через Полчаса Получите В следующем Порту Провизию Много Разных Ситуаций Происходит Поэтому Запас Должен Быть Всегда Как же Сделать Так Чтобы Во-первых Не выходить За лимиты Во-вторых У тебя Был Остаток Запас Какой-то И в-третьих Все были Довольны Объясняю Как поступаю Я У меня Выходят Допустим На отбивные Да Ты же не Сделаешь Там Каждому По кусочку Отбивной Потому что У тебя Лимит Тебе надо Это все Придумать Так Чтобы это было Все Практично Удобно Вкусно Комфортно Всем Ты делаешь Отбивные Допустим Сделаешь Стейки Или Куриные Отбивные Или Запекаешь Там Целый Тендерлоин Или Стриплоин С виной Это все Выдаешь У тебя Понятное Дело Идет Перерасход У тебя Там Выходит Не 5 Кг А 8 Кг В день На следующий Прием Пищи На следующий День Например Или Как По меню У тебя Следует Рагу Это Гуляш С овощами Например Там Где можно Забить Объем Овощами И мясо Идет Как бы Не в полной Мере Цельное Оно Идет Как бы Кусочки Либо Фарш Даже Лазанья Можно Например Добавить Больше Сельдерея Можно Добавить Больше Лука Моркови Чтобы Добавить Объема К тому же Соусу Боланец И Таким Способом Я Как бы Варьирую Между Семью Килограммами Четырьмя Килограммами И играюсь С блюдами То у меня Получается В итоге У меня Разнообразное Меню Люди Получают И стейки И отбивные И пироги И разные Итальянские Блюда Лазанья Пиццы И так далее И солянку Я готовлю И там Не только Допустим Одна курица И копчение И беконы И сосиски И колбасы И ребра То есть Разнообразное Меню Разнообразные Ингредиенты Это все Надо просчитывать То есть Вот таким методом Я играюсь Как бы С продуктами Где-то Я даю Цельные куски мяса Они затратнее Да А где-то Я даю Допустим Комбинирую С овощами Там Гуляш Рагул Лазанья Боланьеза То есть Играюсь На этом Мы как бы Закончили Если у вас Остались Какие-то вопросы Обязательно Пишите В комментариях Дальше Объясню Теперь Как происходит Заявка Смотрим Достаем Калькулятор У меня 880 евро На человека В день У меня 11 человек Я могу Заказать На 9680 На человека В день Заявку Я составляю Примерно На 2 недели То есть Умножаем На 14 Что у нас Получается Я могу Заказать На 1355 Евро На 2 недели Правильно Дальше Мы берем Вот Нормы По мясу И овощам То что я Говорил Это полкило Мяса На человека И полкило Овощей На человека Мы это все Умножаем То есть У меня получается 5500 И Что это значит Что мне надо На 14 дней 77 килограмм Мяса Правильно Правильно Исходя Исходя из этого Я заказываю 20 килограмм Говядины 20 килограмм Курицы 15 килограмм Свинины И у меня Остается 22 килограмма Я могу Заказать На них Допустим На 5 килограмм Сосисок Потому что Это как бы Тоже Входит В общий Объем Мяса Нарезки Я не беру В учет Они Ну Они Особо Не варьируются Но Иногда Их тоже Надо учитывать Потому что Сейчас расскажу И на 17 килограмм Заказываю Морских Обитателей Ну Почему Чаще всего Я нарезки Не Учитываю Потому что Я сейчас Заказываю На Сумму В деньгах Работал В компании Где Ты можешь Заказать Только Объем Мяса То есть У тебя Колбасы Сосиски Нарезки Остальные Позиции По мясу Рыбе Они Идут Четко По лимиту То есть Ты можешь Заказать Хоть Оленя Заказывай Или Мясо Мамонта Но все равно Ты не должен Выходить За лимит По объему Мяса На человека То есть Ну Полкило В день И Неограниченная Сумма По деньгам Но Видите Есть лимит По объему Продукта Здесь У меня Ограниченная Сумма По деньгам Но Неограниченный Объем Продукта То есть Я могу Заказать Хоть Все Мясо Правильно Понятное Дело Что Офис Как бы Тоже Там Не дураки Сидят И Они Это Все Видят Они Это Все Просчитывают И Они Они Тебе Могут Это Все Либо Изменить Либо Задать Тебе Вопрос Почему Ты Именно Так Сделал Но Чаще Всего Ты Сдаешь Остатки Ежемесячно Ну В конце Каждого Месяца Делаешь Переучет И И Исходя Из этого То есть Ну Мне Как бы Офис Не задает Вопросы Почему Там Ты Заказываешь Эти 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 Позиции А не Заказываешь Основные Там Какие То Дополнительные Об этом Сейчас Расскажу Вот Потому Что Я Как бы Составляю Остатки Позиции Которые У меня Есть И На Фоне Этого Я Заказываю То Что Мне Не Не Обходимо И Они Уже Как бы Это Все Видят Складывают Одно С Другим И Лишних Вопросов Не Задается Почему На Маленькую Суму Можно Заказать Большое Количество Сумма На Заявку Но Ты Можешь Заказать Большой Ассортимент Объясняю Были Такие Ситуации Когда Я Приезжаю На Судно А Просто Вся Провизионка Забита Сухими Продуктами То Есть Полностью Весь Стеллаж В Макаронах Второй Стеллаж Там Не то Что Знаете Там Метод Там 5 метров Просто Стеллаж Полностью Забит Макаронами Изделиями Другой Муке И повар Говорит У нас Маленькая Сумма На Человека Ничего Нельзя Заказать Проблемно Тяжело Вообще Все Очень Плохо И так Далее А Сумма Тогда Была На Минуточку То ли 12 То ли 13 Долларов На Человека Это Более Чем Достаточно И Как Я Поступил Я Полностью Составил Список Продуктов Которые У меня Есть И На Следующую Заявку Я заказал Только То Что Мне Необходимо И Что Вы Думаете У меня Остались Свободные Средства На Которые Заказал Бесплатные Софт Дримки Бесплатные Шоколадки Разные Там Творог Кефир Попкорн Чипсы Выпечка Разная То есть Много Чего Интересного Я Дозаказал На Ту Же Сумму В Которую Он Не Входил То есть За Которую Он Не Копи Паст Копи Паст Копировал Вставил Копировал Вставил Идентичную Я просто Ну Все повара Как бы могут Сравнить Прошлые Заявки Это все Сохраняется Для Отчетности И У него Все заявки Идентичные Потому Что Это бездумно Делается Лишь бы Отвалите От меня Все Я все Сделал Идите Лесом Ну Как Как так Можно Относиться Как бы К работе Если Если Немножко Включить Голову И подумать То ты Можешь Все Просчитав Заказать Ну Блин Огромный Ассортимент Продуктов Просто Огромный Ну Что я вам И показываю На своем Примере Правильно С этим Мы тоже Разобрались Так Теперь Как я Составляю Меню Меню У меня Примерно На Неделю Вперед Идет То есть Там Каждый Суббот Вскесенье Я делаю На бродский Меню На следующую Неделю Либо Я пишу Сразу Готовые Блюда Либо Вот Сейчас вам Небольшой Совет Для тех Кто Собирается Идти Работать Поваром Или сейчас Работает Не знает Как составлять Меню Рассказываю У меня Например Два Мяса На прием Пищи Ну Мясо Рыба Мясо Птица Считаем Что это Два Мяса Как же Я делаю Допустим Понедельник У меня Обед Я просто Пишу Не знаю Еще не придумал Не пришло В голову Что приготовить Я просто Пишу Курица Рыба На ужин Свинина Говядина Все У меня Уже Не повторяются Продукты У меня Уже Есть Разнообразие Есть База И потом Я уже Так Что Можно Сделать С Курицей Могу Сделать Паприка С Курицей Так С рыбы Какая Рыба Были Стейки С тунца Значит Будет Либо Скумбрия Либо Судак Так А дальше Уже Придумываем Так Скумбрия Скумбрия В медово-горчичном Соусе Так Отлично Там рис Там Макарошки Окей Все Гарнирами Разобрались Дальше Овощи Какие Подойдут Так Можно Взять Брокколи Все Поехали Там Сделать Соус Паприка Можно Сделать Под Макароны Рыба Под рис Рис Сделать С овощами Либо Рис Сделать Белый А дополнительный Сделать Соус Под рыбу Следующий Прием Пищи Ужин У нас Идет Свинина Говядина Что Можно Сделать Со свинины Можно Сделать Допустим Шницель Со свинины Что Под шницель Подойдет Пюрешка Так Уже Есть Первое Блюдо Полное Основной Гарнир Говядина Что Можно Сделать Говядина Так Можно Сделать Гуляш Гуляш Под Что Подойдет Под Какую-то Кашку Например Какую Кашу Кускус Отлично Кускус Гуляш Все Поехали Дальше У нас По овощам Ну Например Можно Взять Какие-то Брокколи Потому Что Там Морковка Есть Лук Есть Гуляше Брокколи Брокколи Под сырным Соусом Так Отлично Подходит Все Комбинируем Это Все И у меня Получается Полноценное День за днем Там Следующий день Например У меня Будут Сотез Морепродуктов Плюс Баранина Филе Например Индейки Да И Ну Что еще И можно Запечь Рибай Да То есть Вот таким Нехитрым Способом Ты Составляешь И делаешь Себе Большое Разнообразие Меню Которое Ну Блин У меня Примерно Меню Может Повторяться Ну Через Три Недели Например У меня Будут Какие-то Базовые Блюда Там Потому Что Ну Вот Я сейчас Отработал Уже Сколько Четвертая Неделя Идет И у меня Второй Раз Просят Сделать Шницеля У меня Второй Раз Например Просят Сделать Солянку Борщи У меня Каждый День Говорят Когда Будет Борщ То есть Такие блюда Которые Прям Вот Фавориты У экипажа Они Понятное Дело Хотят Видеть Это Чаще И ты Своё Новое Меню Просто Добавляешь Посреди Недели В какой-то Из приёмов Пищи И Все Счастливы Ничего Сложного Не надо Бегать Блин Я не достал Что же Приготовить В морозилку Забегаешь Придумываешь Так Что По факту Есть Из чего Делать Не знаю Еще Не Разморозил Нет Ты Себе Заранее Подготовил С обеда На завтрашний день Все Достал В камеру Кинул Оно Себе Размораживается На следующий день Себе Подмариновал Ты можешь За два дня Достать Пока Оно Разморозится Потом Замариновать Его За день Оно Как раз Сутки Полежит Промаринуется Потом Ты его Достаешь Запек Пожарил Не знаю Там Отбил Протушил Все что угодно У тебя Уже Постоянно Наперед Есть Какая-то Заготовка Но Не надо Вот Большая Ошибка Которую Вот я Встречал Это делать За 4 За 5 Дней Заготовку Это уже Не знаю Это очень Странно То есть Замариновать Рыбу За 4 дня Которая Уже Превратится В малосольную Так Не надо Делать Дальше Покажу Вам Примерное Меню На неделю Которое Я использую Вот Так Вот таким Вот Образом Выглядит Меню На неделю Сейчас Где у нас Так Вот таким Вот Образом Выглядит У нас Меню На неделю Вот Завтрак Понедельник Обед Ужин Смотрим Да То есть Постоянно Это все Разнообразное Где-то Какие-то Позиции Могут Повторяться Конечно На тот же Завтрак Например Но тоже Повторяться Не значит Каждый день Это через день Через 2 дня Раз в неделю Там И так далее Тоже Салаты По 2-3 Также Делаю Тематические Ужины Обеды Это вот Мексика Также Под разный Экипаж Разной Национальности Национальные Блюда Этой Страны Это Могут быть Норвеги Англичане Поляки Поляки Для наших Украинцев И так далее Вот Потому что Ну Это очевидно Ты готовишь Для экипажа А не То что ты захотел И ты должен Угодить Всем Потому что Ты работаешь В Микс Экипажа С разными Национальностями И Люди Имеют Разные Вкусы Дома Они едят Одно И К этим Блюдам Они привыкли Поэтому Что то подобное Надо готовить И на судне А не I don't know И все Надо Подстраиваться Под людей Потому что Такая работа Если ты будешь Готовить Одно и то же Так сказать Я могу Только пожарить Яйца И больше Ничего Не умею То Извините Тебя держать Никто не будет Вот Вы просили Меню на неделю Пожалуйста Это одно Из моих Меню Что я готовлю Так что Если что Пишите Комментарии Что вы думаете Может какие то Пожелания Может какие то Вопросы у вас Есть Задавайте Не стесняйтесь Так что Друзья Подписывайтесь На канал Оставляйте Свои Комментарии Дальше Будет еще Интересней До встречи Всем привет Сегодня Буду готовить Грибной супчик Вы просили Я покажу Погнали Все подготовим С расчетом На 5 литров воды Берем половину Курицы Я возьму Целую Потому что Вторую половину Использую На салат Промыли Закидываем Ее в водичку И ставим На плиту Так Поставили На плиту Закипит Скидываем На средний огонь Снимаем Шум И варим Примерно Пол часика Тем временем Сейчас подготовим И нарежем Наши ингредиенты Остальные Из ингредиентов Это две вот такие вот Небольшие луковицы Морковка Две картошки Шампиньоны Позже скажу Какой объем нам понадобится Надо будет смотреть У меня они свежайшие Поэтому чистить Я их не буду Только помою Чтобы убрать Этот песок Землю Если у вас Они такие Жухленькие Уже полежавшие Лучше их почистить Чтобы они не горчили Также сливки Чеснок И зелень Ну а дальше Уже расскажу Так Картофель Нарезаем Небольшими кубиками Вот так Чтобы помещался на ложку Было удобнее кушать У нас будет Не крем-суп И не классический суп Что-то среднее Мы возьмем максимум от грибов У нас будет насыщенный грибной вкус И супчик получится Замечательный Просто Сытно И очень вкусно Лучок как обычно Мелким кубиком Ничего особенно Себе нарубили Как на любой другой супчик Без заморочек А другую луковицу Мы крупно режем Дальше расскажу Для чего Срезаем жопки И вот так вот Так Морковь на терку Это все Скидываем вместе Пока что Откладываем в сторону Так Переходим к грибам Промываю И будем нарезать Так Я взял 26 грибочков Они вот видите Небольшие Этого объема Нам хватит Мы берем Мы берем Самые красивые Крупные грибочки И нарезаем Их вот таким вот образом То есть Слайсами Это пойдет целиком Суп Вот на такие вот кусочки Вот на такие вот кусочки Разогреваем Разогреваем Добавляем масло И сейчас мы будем Обжаривать Лук Крупно нарезанный И грибы Крупно нарезанные На большой температуре Это важно Нам надо Создать корочку Грибам Зажарить их Хорошенько Но не так Чтобы они высохли И превратились в сухарики Нет Они должны получить Золотистую корочку Но внутри Оставаться мягкими Проверяем Отлично Засыпаем лук Засыпаем грибы И жарим Сильно часто Их не мешаем Но смотрим Чтобы они не сгорели Вот уже начинают Подрумяниваться Но нам надо еще И поджарить И чтобы каждый кусочек Был поджаристый Такой золотистый Теперь Берем чеснок Три зубчика И давим ножом Вот таким образом Теперь мы это берем И закидываем сюда Чеснок добавляем в самом конце Перед тем Как будем уже снимать Потому что Его можно передержать Он будет гореть И будет уже Не аромат чеснока А будет аромат горелого чеснока Все Снимаем Видим Да Появились у нас Румяные грибочки Теперь Делаем следующее Берем чашу С насадкой нож Можно блендер Что угодно И пересыпаем грибы в чашу Добавляем 300 миллилитров сливок И щепотку соли И секретный ингредиент Это три ломтика Зажаренного бекона Это будет изюминкой Изюминкой нашего супа Теперь мы это все дело Перебиваем До таких мелких фракций Вот такая прелесть получается Вот благодаря вот этому Суп получится просто незабываемый Но это мы пока откладываем в сторону Берем картофель И засыпаем курочки Прям с водичкой Ничего страшного Все и варим дальше А на этой сковородке Мы сейчас сделаем зажарочку Лук-морковка Добавляем еще масло Добавляем еще масло так обжарили и откладываем сейчас картошечка покипит буквально пять минут будем вынимать курочку и закидывать зажар также добавляем наши грибочки туда варим еще пять минут и пока разберем курицу и нарежем так разобрали нарезали теперь берем нашу грибную смесь теперь даем опять закипеть затем добавим курочку запах просто невероятный такой прям насыщенно грибной он как раз благодаря этому способу распределен полностью по всему суп в каждой ложке будет насыщенный вкус грибов закипела добавляем курочку и будем заправлять и 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 зеленушку обязательно все шедевр можно теперь дегустировать это просто невероятно насыщенный нажористый грибной вкус распределен полностью по всему супу то есть каждой ложечке у тебя будет насыщенный грибной вкус это просто безумно вкусно прошлый раз когда готовил этот суп так же само как и с борщом каждый съел по литру супа по две здоровые тарелки и все спрашивали когда я еще раз приготовлю этот суп и борщ так что друзья обязательно попробуйте его дома выходит бомбически не так уже сложно его приготовить обязательно используйте эти лайфхаки которые я вам советую которые я использую получается очень вкусно а вам спасибо за просмотр спасибо что ставите лайк и пишите комментарий до встречи всем привет друзья добро пожаловать на канал ну что контракт подходит концу завтра уже приезжает мы сменщик так что давайте покажу какую чистоту я после себя оставляю как выглядит на и рабочее место в конце контакта начнем с рабочей зоны здесь я поменял прорезиненные коврики все чистенько аккуратненько все блестит все поверхности я протер масло свежая фритюр чистый по ящикам все так же самое как и было здесь например ручки блестят что ваш них видно отражение вот тут все протерто запаковано овощи все без плесени не испорчены все по санитарным нормам испорченных овощей в плесени такого нет вообще и не было с этим все строго дальше тут все убрано все чистенько тут смотрим все чистенько дальше плита плита чистая вытяжка помыта проверяем вытяжку так видно да вытяжка чистая ну там тоже чисто на той стороны хотя давайте там тоже покажу а то скажете что не показал потому что там тоже грязно смотрим чисто белая перчатка ревизора надо дальше парик чисто ничего не прилипает все блестит здесь тоже все блестит все чисто тут чисто так идем дальше также тоже поверхности все переборки металлические блестят здесь на складе все более не менее расставлено как оно должно быть то есть баночка к баночке макароны к макаронам здесь продукты лежат по нормам хранения то есть свежие в конце которые поступили только что старые в начале чтобы по сроку годности ты брал сначала те которые заканчиваются раньше а потом уже переходил более свежим здесь у нас так же само все четенько бутылочка к бутылочке все как супермаркете как я люблю все как должно быть здесь я не разложил оставил банки потому что нету места крупы мука консервы сладости идем в камеру и так что у нас здесь здесь у нас огромное количество коробок это большой минус не хватает пластиковых боксов но зато все сложено вот здесь остаются старые овощи которые были до новой провизии здесь все свежее остается это все я буду рассказывать сменщику объяснять говорить какие позиции использовать в первую очередь я себе сделал заготовочку на завтра нарезал картофель морковку также достал нарезал себе там свинину говядину завтра будет плов и жаркое на обед на ужин это уже замариновал курицу и достал тунца размораживаться завтра на обед еще буду готовить ян а дальше уже будет готовить повар он приезжает примерно в 12 вроде как так что обед с меня ужин с него но всегда я делаю заготовку мариную на ужин мясо птицу там неважно то есть я всегда делаю так чтобы повар приехал просто это доготовил ему не надо заново там брать мясо и так далее размораживаю еще бывает наперед то есть на следующий день если он приезжает вечером я ему достаю там несколько позиций мясных чтобы он выбрал что ему на следующий день готовить чтобы она уже размораживалась потому что когда приезжаешь допустим вечером тебе надо мало того что вещи закинуть разобраться что где лежит еще и бежать и доставать мясо на разморозку но это вообще голова кругом идет поэтому за это тоже надо думать человек приезжает с аэропорта только самолета еще вещи не успел закинуть ему уже сразу надо включать мозги начинать это все анализировать и так далее это очень сложно мне проще допустим ему сейчас все подготовить чтобы все плавненько он влился в работу также по-человечески правильно здесь все убрано все чистенько все беленькая вот не потеков ничего подволок все переборки чистенькие вот эту вот я за них говорил уже за полки что они окисленные то есть не думайте что это грязь она не оттирается вот сколько я не пытался это тереть это уже въелась химия которые пытались замыть его ну короче вот такой вот состояние с этим уже ничего не поделать сколько не пытался как-то так дальше тоже в ручке все белые ручки все чистенькие серые белые серые морозилка на палубе ничего не лежит все на поддонах здесь распределение продуктов идет таким образом что у нас на нижней палубе на нижней полке идет рыба морепродукты потом идет курица здесь говядина здесь нарезки здесь свинина здесь мороженое там полуфабрикаты выпечка здесь овощи все практично все удобно все распределено очень грамотно так не только я делаю так все повара профессионалы делают это должно быть распределение продуктов они не могут ну ну нельзя просто хранить все в куче в одном месте чтобы было накидано разбросано чтобы и там курица и там курица и там курица ты не знаю что у тебя есть это все перемешано это неудобно и это неправильно поэтому надо все распределять идем дальше вы не думайте что это очень сложно все вот это вот убирать это по несколько часов находиться на камбузе либо делать это только наспех в конце контракта нет у меня например каждую неделю генеральная уборка в понедельник то есть замывка основных вещей там ванома да вытяжка то есть и так далее плюс ко всему еще каждый вечер идет влажная уборка то есть ты протираешь все влажной тряпкой не давая жиру засохнуть тем самым поддерживаешь чистоту и тебе не надо будет по несколько часов потом это все отмывать отшкрябывать и так далее главное поддерживать всегда чистоту на камбузе эта уборка будет элементарной и не будет занимать много времени учитывайте это так теперь столовая мы с рума здесь все убрано водичка чистейшая свежая тоже коврики новые коврик новый все белое все чистое все убранное не крошек не плесени нет столы чистые мусор вынес все осталось помыть палубу в мыс руме и на камбузе ну и все вот смотрите как выглядит камбуз по окончанию моего контракта можете сравнить его с тем что было когда я сюда приехал есть конечно моменты есть где-то ляпки это завтра уберется еще влажной уборкой грейцы не без этого идеально ничего не может быть я с этим целиком и полностью согласен но поймите меня когда я говорил что повар оставил в плохом состоянии камбуз это значит что плесень испорченные не запакованные продукты и ужасная организация рабочего места то есть как выглядит все сейчас и как выглядело до меня пишите ваше мнение в комментариях обязательно прочитаю обязательно учту если будет конструктивная критикам друзья не забывайте про подписку на канал идем к пятидесяти тысячам подписчиков так что я буду замывать палубу переключаемся в завтрашний день ну что следующий день обед уже готов сейчас надо уже расставлять это так тут жиркое пловчанский сейчас надо это все поставить на выдачу что здесь чистая вода тут у меня куриный супец классический бульон куриный с картошкой морковка и лук дальше дальше у нас все чисто вот сегодня день рождения у старпома сделал тортик так это ставим надо еще поставить сырка себе сделал заготовочку сейчас разложу заправить салатик ну и все побегу переодеваться и ждать сменщика буду передавать дела так каюта чистая закрою чтобы не мешали каюта чистая убранная помытая пропылесошенная сейчас сейчас надо застелить постельная свежая вот такой вот вид слюмика красота а воздух какой свежий перед отъездом вы себе не представляете так у меня тут документация в каюте по провизиям это буду передавать сейчас что вам еще рассказать но пока все сейчас буду переодеваться и ждать сменщика как то так это видеоотчет сейчас мы едем здесь сейчас мы едем здесь все отрестировано все все я уже в аэропорту дела сдал дела сдал повар земляк с одессы все нормально все рассказал пообщались вот сейчас уже в аэропорту иду ищу свой терминал буду сдавать багаж зашел в магазин купил сыров вкусных здесь в Голландии взял и там колбасок взял тоже прикольных вот так вылет у меня 8 часов сейчас сейчас который час сейчас вроде начало 5 правильно а сейчас уже 5 часов то есть вылет у меня через 3 часа то есть регистрация должна уже начаться можно будет сдать багаж и уже нормально ходить себе не таская его за собой а там уже поговорим дальше и 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 во и и и и и и и тут разные дроны есть приставки ну там кстати цены может кому-то интересно гоупро 10 это я сейчас нахожусь ты сейчас нахожусь в амстердаме голландии кстати флешки почем здесь на 125 100 евро на 256 42 евро принципе нормальные цены как и везде интересно здесь микрофон есть диджей миг будет посмотреть или спросить сейчас узнаем нет у них этой петлички диджей миг ничего будем искать камера конечно да особенно вот с этим вот комплектом это просто огонь вторая версия надо будет в интернете вот эту посмотреть и заказать как тут со светом будет надеюсь меня видно и слышно взял себе на перекусу такой вот сэндвич с курицей за 650 и такую слойку сыром сыром и сосиской за 4 пик вот такую вот сейчас буду пробовать ну ну она называется сосис ролл но там внутри фарш ну безвкусное честно говоря безвкусное слоеное ну слоеное тесто как слоеное тесто но фар безвкусный сейчас попробую сэндвич сэндвич уже вкусный правда холодный вот ну и водичка так что приятного мне аппетита сейчас перекушу и почитаю ваши комментарии так вы спрашиваете где учился учился я в одессе в 26 училище пушкинской угол жуковского мастер лариса петровна замечательный человек прекрасный мастер очень добрая женщина привет вам если вы смотрите мой блог так на какой состав готовил изы для мелких баркасов нет ни номеров 1 2 3 сам убирает все кто овощи на тысячи полторы готовит халява но работа повара всегда тяжелая да готовил я на 11 человек судно psv платформ supply vessel то есть мы возили снабжение на вышки нефтяные насколько человек вы готовите как-то маловато всего также пишут что мало продуктов блюд на завтрак что на 5 человек да это действительно так то есть завтракают примерно 5-6 человек повторюсь экипаж 11 человек работаем северном море в порту стоим в голландии почему продукты на английском языке потому что это европейское судно а что вы готовите один на всех все успеваете на данном судне да я работаю один без помощников и дополнительных поваров на мпсв на прошлом судне в прошлом контракте да я готовил у меня было два повара дневной ночной и три стюарда но там было 60 человек я работал где один повар на 27 членов экипажа плюс меню одно своим филиппинцы или индусы например плюс евро меню комсоставу и 9 месяцев да и начинает у нас повар с пяти тридцати заканчивает после восьми на мэсмене посуда уборка картофан почистить салат помыть нарезать торговый флот да работал на таком все это понимаю все это знаю но я в офшорном флоте тут все примерно то же самое но не тоже самое можно пожалуйста разговорный ролик про путь повара где и как учились почему именно на корабле уехали жизнь жить за границу зарплата про первый опыт и так далее интересно будет послушать может быть запишу не очень понравилось спасибо но сложно одному неужели нет смены коку на судне ошалеть каждый день столько еды готовить привыкаешь так очень много приятных комментариев спасибо вам чем ты сам питаешься тем же самым что и готовлю когда ты ешь любое удобное для меня время обычно это либо прием пищи со всеми либо в обед например после спортзала я иду с часу до двух где-то спортзал и потом прихожу и кушаю то есть я себе откладываю потом ем ем с кем захочу и с капитана могу поесть и с матросом и с механиками то есть нету никакого распределения в должностях что ты не имеешь права сидеть с комсоставом и так далее повар который смену сдавал откуда был и разве сдающая смена не должна за собой генералить в договоре нет такого пункта ты должен оставлять после себя замытый чистый кампус это факт повар был в португалии оставил как оставил судно я кстати не говорил об этом что судно мы принимали с другой компании то есть другая компания продал это судно наша компания его купила передача дел передача судна приемка судна это такое что ты приезжаешь на то что тебе дают и ставишь работу самостоятельно то есть грубо говоря с нуля поэтому этот повар как бы ему было все равно он и не собирался сюда возвращаться потому что он другой компании работать судно продали и так далее но человеческий фактор я работаю по принципу оставляя себя то что ты хочешь видеть когда приезжаешь на борт так ну и остальные комментарии повторяются насколько человек готовит что за судно где работаешь где где ходите какую начинку добавлял на пиццу до разнообразную все что хотите курицу и сосиски и колбасы и говядину все что угодно пишут что в пицце не было сыра сыр был я собираю пиццу таким образом что идет тесто соус сыр а дальше уже остальная начинка и дополнительно еще сверху сыром посыпаю очень ждем новые видео никуда не пропадайте не собираюсь так ну что могу сказать прошу дублировать рецепт в описании понял учту это всегда так бывает когда расписываешься уже устаешь кто новый приходит засвечают рукава и с новой силы начинают шмон наводить сама так ходила по 9 12 месяцев не согласен контракт у нас по 6 недель и будет точнее я уже показал как я после себя оставляю кампус и убирать несложно просто это надо делать ну и в принципе остальные комментарии однообразные так что если вас какие-то серьезные вопросы ко мне обязательно пишите их комментариях я на них отвечу если будут какие-то прям глобальные вопросы на которые стоит заснять видео я обязательно это сделаю так что жду посадки на самолет и буду лететь к семье так что так багаж забрал теперь иду заказывать автобус автобус тут выходите с аэропорта и идете в самый конец стоянки подземной ну как подземный вот такого комплекса стояночного и самом конце самом конце стоят водители и если вам допустим надо поехать с бухареста в константу то пожалуйста это стоит примерно 30 евро 120 лей там подходите можно без записи сели заплатили и поехали так подошли сказали водителю куда вам ехать и дальше уже он вас отведет сядете в машину или автобус и поедете на английском тут разговаривают так что не проблема короче доехать дома мая стоит 160 лей это по курсу сейчас 40 долларов 6 недель назад я ехал за 30 долларов ну правда не дома мая до центра константы вот так так я уже наконец-то приехал на часах 4 30 утра самое время поставить лайк так что опуститесь под видео поставьте лайк я пошел отдыхать и не переключайтесь затем я расскажу свои планы какие будут рубрики и какие видео выйдут следующими немного отдохнул можем теперь обсудить дальнейшие планы какие будут рубрики и видео на канале будут обзоры продуктов будут обзоры доставки в румынии как тут привозят еду насколько она вкусная дорогая или нет посмотрим я думаю фастфуд обязательно будут рецепты и я еще успею показать вам несколько новогодних рецептов а еще я привез вот такую интересную лапшу который тоже буду обозревать она некоторая острая некоторая интересная со вкусом какой сюрприз фургу